Ну что же, здравствуйте. Ну, с Устюгом мы уже знакомы. Замечательный город. Мы здесь проводили дважды карнавалы. Может быть, кто-то был уже? Нет? Были на карнавале? Ну, наверное, видели, да, что мы делаем. Вот сегодня у нас немножко другой формат работы. Мы сегодня покажем уже такие более профессиональные работы, связанные с витринами, интерьерами. Завтра будет больше приемов, если сегодня я буду показывать больше объекты какие-то. А завтра мы будем больше работать над методами и техникой изготовления того, что сегодня вы увидите. И самое главное, о чем бы у меня сначала хотелось с вами поговорить, но прежде всего я хочу представиться. Кто-то знает, кто-то не знает, но зовут меня Елена Антипина. Я художественный директор Дома цветов. Вы знаете Дома цветов в Устюжске, да, и Блогде тоже есть Дома цветов. В Тотиме у нас есть магазинчик. И моя задача — это именно обучение нашего персонала, разработка дизайна различного. Мы занимаемся очень много, кроме цветов, у нас очень такой широкий спектр работы. И мы занимаемся интерьерами, ландшафтами, оформлениями различными к самым разным праздникам. То есть тот опыт уже большой, 20 лет мы этим занимаемся, хочется поделиться и с людьми, чтобы тоже могли вокруг себя создавать какую-то красоту, естественно, преломляя её через свои ощущения, чувства, эмоции, учитывая, скажем так, место, где вы живёте. Оно великолепное место, Великий Устюг — это просто действительно Великий Устюг. Вот слово Великий, по-моему, здесь даже главное. И о чём хотелось буквально два слова сказать о себе. Я, как я уже сказала, 20 лет этим занимаюсь. Вообще этим, в смысле, всё, что я перечислила, да, всё, о чём я говорила. И самое важное для меня и ценное то, что я не перестаю обучаться. Никогда. Я считаю, что ни один человек на земле не может сказать, что он уже чего-то много достиг, чтобы потом себя не напрягать и не учиться. Поэтому мне очень приятно, что вот в вашем городе есть люди, которые захотели тоже чему-то научиться. Ну, что я могу лично дать? Мне самой есть чему учиться. Я всё время езжу, и очень много. Вот в этом году, ну, каждый год обязательно, в этом году мы учились в Крыму. Есть такой известный очень дизайнер немецкий, Урсула Веганер. Я с ней тоже уже 20 лет, каждый год обязательно. Если раньше мы ездили на её мастер-классы в Москву, теперь мы ездим с ней по всему нашему, я всё по привычке говорю, Союзу, по всей России, и ездим по всему миру. Вот этот год был Крым. Очень была интересная работа. Мы работали в эко-стиле. Я вот один из вариантов решила здесь показать. Мы работали с природным материалом, который характерен для Крыма. А мне бы хотелось как раз, о чём она всегда, Урсула, говорит, работайте с тем материалом, в котором вы живёте. Это самая сильная энергетика. То, что вы получаете вот в родном краю. Поэтому природный материал вот наш, местный, вологодский, вот для меня, кажется, это самый для нас идеальный. По энергетике, по ощущениям, по чувству. Поэтому я вот начну даже с этой, вот этой, вот с этой части. Что ещё хочу сказать, где я ещё училась? Ну, если говорить вначале, тянула на эйзотику, мы попали на Тайвань. Есть такая известная мастер Эли Лин. Она вообще-то китаянка, но она очень много занимается европейской школой. Сейчас вообще, я вам честно скажу, и Япония, и Китай, и любые такие азиатские флористы, и восточные флористы, они все тянутся к Европе. И поэтому сейчас получился такой очень интересный агломерат. Япония, допустим, плюс Европа. Есть известный мастер Даниил Ост, мы работали с ним в Бельгии, потом он нас возил в Японию, мы работали с ним в Японии, но он привносил европейскую школу. У нас в России тоже давлеет во флористике европейская школа, но сейчас все больше и больше российские флористы, которые недавно совсем, ну скажем, 20 лет, 15 лет начали этим заниматься, тоже привносят в европейский дизайн свои взгляды, свои интересные идеи. И вот не хвастаясь, просто скажу, что 5 лет назад меня пригласили участвовать в таком проекте «Свадьба». мира. И от России я выступала с Вологодской свадьбой. Ну то есть авторская, конечно, свадьба, но она была Вологодская. То есть то, что я вижу, какую свадьбу я видела бы в Вологде. И вот наш проект выиграл, мы тоже участвовали, было очень много участников, всего выбрали 13, мы тоже попали. Вот это тоже было приятно. Это говорит о том, что российская школа, она тоже начинает иметь вес. Это еще говорит о том, что у нас уровень растет и дизайнерский, и флористический в том числе, поскольку я еще по образованию флорист. То есть вот дом цветов, это понятно, да? Это основное все-таки было направление флористическое, а теперь это еще и дизайн, и все, что связано с оформлениями интерьеров и прочего. Но это чуть-чуть о себе. Теперь о том, что мы сегодня будем делать. Ну, не буду говорить о том маленьком недоразумении, которое произошло. Единственное, я вам скажу, что вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Любые вещи, любые предметы, которые вы здесь видите, они идеально вписываются в любой интерьер. Мы, конечно, больше говорим о витринах. Ну, имеется в виду торговые витрины, промышленные какие-то витрины. Но любой элемент, который вы здесь увидите, он уникален, универсален. Его можно вписать, используя те приемы, которые вы увидите, да? В любой интерьер. Поэтому здесь только, не стоит вот так зашоренно смотреть, что только сюда или это только сюда, смотрите гораздо шире. Поскольку любое, может быть, кому-то уже что-то будет известно, может, вы уже что-то умеете, но в целом, в целом применимо все, уверяю вас. И мы сегодня начнем с вами именно с эко-витрины. Почему? Потому что сейчас вообще в Европе, если вы так и журналы читаете, смотрите литературу какой-то, газеты, вы, наверное, обратили внимание, сейчас вообще огромное внимание уделяется эко-стилю. Все, что нас оторвало от природы, оно и вредит нам несколько. Поэтому, конечно, люди пытаются хотя бы вот вокруг себя собирать все, что есть натурального, что осталось натурального. В Европе вообще с этим напряжен. У нас гораздо лучше. Вы живете в замечательных лесах, у вас под ногами шишки, травы, листья, ветки, иголки, все что угодно. И, конечно, вы с этим можете здорово работать. Главное знать как. А приемов существует очень много. Вот посмотрите, я была недавно совсем в Устюшском, не в Устюшском, не в Великом. Усиленно готовится, даже, наверное, раньше, но это вот один из, скажем так, дней, когда нам повезло, я всегда считаю, потому что рубить, безусловно, никто не будет. Деревья специально для какой-то работы, это вот как раз будет антиэко-стиль, правильно, да? Ну, вы даже увидите все сухое. Не сгнившее, но сухое. Поэтому тут все, что здесь вы видите, это все то, что повалены были ветки, деревья. И даже вот эти вот, они уже подсыхали, мне просто повезло, тут мы почистили немножко, желтые иголки уже появлялись. То есть прям целыми огромными, ну, вот сами представляете, что было, да, какие ветви были, какие были просто сучья, даже уже не ветви, отвалились. И вот с них мы срезали, и все это ушло в витрину. Я вас уверяю, это проживет еще очень долго, потому что сосна, она долго-долго, особенно в помещении, не теряет вид. Если вы еще пропитаете лаком, я вам покажу, каким, водный лак есть такой, акриловый. Если вы еще это пропитаете лаком, будет ярче гораздо, и будет очень красиво. И вот буквально из нескольких веток, вот вчера я взяла джокер, джокерную конструкцию. Можно это, можно столбы использовать металлические, если супруг с руками свалит просто стержни, если это в интерьере, допустим, какого-то салона косметического, я не знаю, художественный салон, магазин, любой. Это вообще применимо везде, это к любой витрине подойдет, когда речь идет, допустим, о Новом Годе. Сейчас зима уже вот-вот, ну мы обычно готовимся рано к зиме. Я, кстати, должна немножко, поскольку все-таки витрины тоже, мы участвуем и говорим о витринах, должна немножко буквально требования определенные назвать, которые предъявляются к витринам. А вот заранее где-то за, ну в России в середине ноября начинают готовиться, да, к праздникам, пораньше, раньше, вообще в декабре начинали, сейчас уже в середине ноября. В Европе готовятся в конце октября. То есть уже начинаются, появляются какие-то на распродаже, разные игрушки, сувениры, подарки самые разные. Вы уже, если кто-то выезжает, удается куда-то вырваться, наверное, видите, есть магазинчики, где уже появляются вот эти аксессуары новогодние. И, уверяю вас, можно не покупать, можно сделать много чего самим. Там очень простые вещи, и вот как раз завтра у нас денег очень много, вот тут я буду больше сама работать, сейчас у меня будет много помощников, где я буду показывать разные приемы, которые как раз применимы для вот... Сейчас мы компонуем, а завтра техника. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот мы скрутили такой каркас, но это всего лишь, ну скажем, рама, которая вы ограничиваете пространство. Всегда очень важно, чтобы была, ну определенно, как в картине, всегда нужно паспарту, знаете, потом еще вставляется картина. Вот это вот пространство, которое ограничивает вашу работу, оно как раз вот и создается такой рамой. Вы это можете сделать в любом интерьере. Рама может быть прямая, из сосен ровных, таких березовых створиков, когда врубаются леса, вы знаете, чистят надо леса обязательно, весь подвесок убирается. Вот как раз из тоненьких веточек точно так же можно прямо обронить пространство. Здесь вот очень красивая такая вот волнистая линия, она для зимы характерна. Но у меня есть еще маленький такой сюрпризик, который вам, ну скажем, послужит дополнением к этой раме. Я попрошу девочек, они меня вынесут, чтобы мне не лазить там за руках, вынести вот эти две штуки сюда нам. Я покажу буквально. Это было сделано очень быстро. Нужен, самое главное, здесь нужен шуруповерт. Ну, лично я владею всем этим, может быть, вы тоже научитесь. Хотя вот когда умеешь все сам, не просишь постоянно супруга, это проще гораздо, как многие женщины водить сейчас учатся, да, умеют уже. Я, к сожалению, не умею. Я понимаю, что я создам аварийную ситуацию на дороге. А вот посмотрите, какие можно для интерьера скрутить. Как вы думаете, что это такое? Что это может быть такое? Подсвечники, конечно, первое прямо приходит на ум, да? Посмотрите, какие площадки. Здесь очень важно было ровно отрезать. Но есть еще прием такой. Посмотрите, пожалуйста, мне нужны такие маленькие спирики, неровненькие. Поищите, пока я расскажу. Вот посмотрите, здесь очень важно просто, когда вы берете вот, вот они, коряги, да, вот они. Мы вырезаем интересные, можно я давайте повыше по нему, чтобы вам так хорошо было видно. Да, 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 вот сюда давайте поставим. Сразу будет понятно. Есть, бывает проблемка такая, очень трудно вывести плоскость. Вот эту вот плоскость, видите, она немножко, вот я покручу, как не покручу, везде красиво, да? То есть это такого кругового обзора. Я ее не обрабатывала пока. Потом с ней можно будет ее доработать. Эту корягу, даже тут не одна, здесь три ветки. Вот они, видите, одно движение, второе и третье. Мы говорим сейчас об эгостили, вы понимаете, да? Вот у нас витрина или там, допустим, уголочек. Вот это вот, конечно, в какой-то гламурный уголок вы это уже не поставите. Хотя, если с этим поработать, то можно и туда. И посмотрите, если, например, площадки неровные, можно напилить маленьких таких спильников и крутить. Ну, понятно, что надо подыскивать по размеру, ну, любую вот здесь, допустим. И, а что у нас такое произошло? Саша, что-то тут все выключилось. Как-то, да, темновато вроде. Что-то случилось. Ну, я продолжу с вашего посоления, вам видно. Хорошо. Вот, посмотрите, можно такими вот как раз спиликами, да, выровнять. Если, например, свеча криво стоит, вот поворачивается. Еще один прием. Я сегодня сюда не стала вставлять гвоздики. Еще мы берем, отпусываем шляпки и вбиваем гвоздики. Для чего? Чтобы свечи крепко держались, не съезжали. Это очень тоже здорово. Но просто так свечи, это уже, ну, скажем, знакомо, так делали. Можно свечи немножко дорабатывать. Девочки, я попрошу вас дать мне пустую коробку. Фен строительный. Свечи у меня здесь есть. Я вам покажу один приемчик интересный, который превратит этот подсвечник уже в живущий, видавший виды. Сюда коробочка, просто чтобы нам не накапать лоско сюда. А такой видавший виды уже. Мне с этим много приходится работать? Нет, мне коробочка крышка нужна от большой коробки, чтобы поставить подсвечник, иначе будет сейчас капать свеча на пол. Вот, посмотрите. А есть способ более простой. Я для скорости покажу вам с электрофеном. Ну, если мне кто-нибудь дадите зажигалку, я покажу более простой способ, который сможет любой из вас использовать. Просто это получается гораздо медленнее. Никто не курит. Какие все молодцы. Девчонки, надо разыскать зажигалку. Вот, спасибо большое. Давайте так поставим. Вот, чтобы у нас вот эта часть. О, вот так. Ну, смотрите, что мы делаем с вами. Мы берем, я взяла уже, допустим, действующую когда-то свечу. Посмотрим пенечки. Вот немножечко есть наклон, да, небольшой. Вот, сейчас я уж и не буду заниматься. Это надо, так сказать, подпиливать специально, подкранять. Ну, достаточно вот мы возьмем такими вот свечечками. Если бы толстенькая была, было бы еще лучше. Ну, только покороче. Спасибо большое. Первый способ я покажу вам со свечой. Самый такой простой. Правда, не курю. Ну, правильно я зажигаю? Правильно. Мы зажигаем любую свечечку. Лучше это бы тоненькая была свечечка, но можно и такую. И держим ее. Сначала можем накапать просто. Смотрите, почему я так делаю. Сейчас вы заметили, наверное, свечи, к сожалению, а может и хорошо, они не тают, выгорают, да, и они не дают достаточно воска, чтобы вот это красивое натикание, как вот я помню с детства раньше было, да, чтобы получилось такое красивое натикание. Вот, к сожалению, бортик у меня очень такой большой. Сейчас вот так вот обломаем. Вот. Поэтому приходится вот таким способом пользоваться. Но самое красивое получается, это вот долго-долго надо ждать, когда свеча растает, начнет обливать все. Посмотрите, есть еще один способ. Сейчас мы не будем только очень сильно нагреть, потому что иначе у нас свечок сожжет по дню секундочку. Сейчас выберу режим подходящий. Мы берем свечку, другую. Одна у вас стоит. И набираем. Сейчас просто надо, как можно ниже температуру сделать. Тут шестьсот стоит, это очень сильно. Вот, друзья, это пластика достаточно, да? И смотрите, начинаем потихонечку греть свечу, и она нам будет как раз давать те подтеки, чтобы наш подсвечник превратился в такой старинный. В старинный очень видавший виды. Вы сейчас увидите, как это быстро поймется. Ага, вот оно пошло. Посмотрите, постепенно, постепенно. Это очень красиво смотрится на старой бутылке. Тоненькую свечечку берете. Не видели никогда, как это вот берутся несколько бутылочек? Полочка на кухне у вас. На эту полочку вы соберете красивые-красивые бутылочки из-под какого-нибудь старого льна. Шампанского, пожалуйста. Я вот, например, у меня рука никогда не поднимается выпросить какую-нибудь необычную форму бутылку. Люди, кто знает, уже давят не столько вино, сколько бутылку. И потом вы ее уже используете в интерьере. Это вообще очень здорово, очень красиво. И вот таким образом. Посмотрите, уже на саму, натикает даже на наш подсвечник. В принципе, вы, конечно, ничего не испортите. Воск безвреден совершенно, он хорошо соскарливается. Вы постелите дома приемочку. И вот давайте на ту сторону. А то я себе красиво делаю, а вам, наверное, не очень. Да. Вот с этой стороны. Вот сейчас вы, именно на ваших глазах, происходит вот это вот метаворфоза изменений. Представьте, на всех вот этих столбиках стоят красиво подтекающие свечи. Можно на эту уже. Так же точно надо уйти. Вот видите, почему фен, да? Со свечкой вы проковыряетесь, уверяю вас, очень долго. Попробуйте, ну, феном для волос. Это вам не сделать. Иначе можно сжечь все волосы, если бы у нас такие фены были бытовые. Конечно, только вот такой вот для снятия. Ну, этот фен, он и для снятия краски. Можно его найти. Может быть, у кого-нибудь таких знакомых строителей попросить. Но эффект, вы видите, замечательный. Всегда очень красиво. Ну, и так далее. Вы понимаете, да, что это можно бесконечно стоять. Наращиваются прям целые бороды. Вот как раз я вам просто раскрою секрет. Этот прием нам показала Эмилин в Тайване. Мы когда были у нее в флористической мастерской, мы там очень много работали с воском. Варили его, лепили, делали вазы из воска. И вот самый такой у всех имел успех вот этот способ. Когда мы свечи плавим и заливаем этими свечами различные предметы. Можно так чайник залить и поставить на полочке веточку хвойную, но чайник полностью залить вот так воском. Старый чайник, который вам уже в принципе не нужен. Фарфоровый или там, я не знаю, фаянсовый какой-нибудь. Красивая форма лишь бы была. И когда вы полностью зальете, прикольная очень получается форма. А вот веточка из него, то есть чая, естественно, воды там не будет. А вот веточка из него будет говорить о том, что это вот новогодняя, такое зимняя, приятная очень оформленица. Легкая, ни к чему не обязывающая. Чашка с блюдцем у нас была очень красивая. Тоже хит был такой сезоном. Мы много восковали таким образом. Ну, мы восковали даже цветы. Хотя я, честно вам скажу, воскование цветов, вообще-то это идет очень далеко, глубоко в историю. Вы знаете, что раньше восковые цветы делали на шляпках. Вообще воскование цветов придумали шляпницы. Живые-то цветы не держатся. Пока это там придумали потом из ткани цветы. Но до этого их восковали и прикрепляли к шляпкам. Женщины кокетничали, ходили с этим. Но потом восковать начали уже везде на трауре. И просто в вазы ставили. Ну, честно скажу, воскованные цветы я как-то вот не очень люблю. Они меня упоминают искусственные. К искусственным у меня нет претензий. Но просто когда работаешь с живыми, любишь больше живое. А искусственные, ну, тоже бывает интересно. Смотрите, тут уже, да, когда прямая, красиво как, да, столбик закрылся. Здесь он немножко из-за того, что вот здесь надо, чтобы очень тихо-тихо, или вот, чтобы здесь красивая капелька образовалась, такая висящая. Вот как здесь, видите, вот тоже будет очень эффектный подтек. Такой прям вот вкусненький, как сейчас говорят. Все должно быть вкусным. Вот такое интересное слово, слово красиво. А вроде бы вкусно у нас с чем связано больше? С едой, да. Когда хотят еще сильнее выразить вот это, да, вообще вкусное там что-то, платье. Так думаешь, какое оно вкусное, в чем-то. На самом деле, ну, интересное, красивое. Просто, наверное, слов в русском языке не хватает. Начинают уже вот эти вот эпитеты использовать для усиления эффекта, для ощущения. Ну, вот, грубо говоря, видите, уже что со свечой стало? Да, вот она потихонечку истончается. Ну, мы здесь еще можем один маленький пенечек поставить. Ну, как на текущую воду, я на пьющийся воздух могу смотреть долго. Поэтому не буду ваше внимание от... Сейчас мы поставим другое, а то она бутылочная. Нет, вы знаете, здесь я бы не согласилась. Почему? Потому что есть определенная форма. Вообще, вы затрольнули хорошую тему, на которую я попозже хотела остановиться. Но, тем не менее, я об этом скажу, поскольку у нас ситуация сложилась подходящая. Да, смотрите, когда есть уже определенная форма, и она повторяется не один раз, ее надо дальше поддерживать. Как только вы вводите новую форму, ага, начинается уже такой спор. А что здесь главное, да? А на что здесь смотреть? Здесь удлиненная форма бутылочки. Тогда и все свечечки тоже надо вот в это выводить. Понимаете, да? Конечно, кому как нравится. Я тут ни в коем случае не навязываю. Но есть определенные законы. Вот в данном случае бутылочка молока здесь нам не очень подойдет. Мы возьмем еще один пенечек. Такой вот, да? Он, к сожалению, я вот не знаю, есть ли у меня тоньше тут свечечки. Ну, есть хитрость маленькая, можно ее просто расплавить. Вот таким образом, смотрите, как мы с вами с этим поступили, да? Если вы хотите, чтобы ваша форма подходила, вот просто вы... Сейчас мы только чтобы это побыстрее еще произошло. Чуть-чуть добавим. И вот таким образом будем соединять столбик со свечой. Это тоже вот я могу сейчас, кстати, поставить человека, которого специального, который вот этим займется. А мы с вами будем дальше. Смотри, вот так потихонечку. Только смотри себе, ручки не сожги. Вот так вот. Постепенно крутись вокруг этого и сравняй нам. Вот в результате мы положим, уже получим хороший светильник. Ну и вот это как дополнение, посмотрите, еще один. Мы, естественно, сейчас потом в процессе его доведем до ума. Как бы мы с этим поступили? Вот, к сожалению, я привязала тот подсвечник к Тане, да? К Лене. К Лене или к Тане? К Лене. К Лене, да, Леночка. Пока Лен занимается тем нашим светильничком. Девочки, пойдем мне поможете все с этой стороны. Светик заблудилась. Тащи нам всю вот эту коробочку. И еще у нас где-то хорошенькая коробочка. А, посмотрите, чем можно любой экоинтерьер дополнить. Вот это вот веночек сплетенный. Из каких веточек? Кто знает? Ольхи, конечно. Из веточек ольхи. Замечательные, нежные такие ельки. Поскольку шишечки у нас здесь могут присутствовать? Могут присутствовать. Посмотрите, еще один веночек. Он уже сделан из еловых шишечек. Кстати, одну потеряли. Нет, да. Давай. Сейчас мы уже, наверное, остановимся. Здесь нужно обязательно, чтобы истать. Ну, у тебя достаточно тонко было, да? Она даже лепится. Да, вот достаточно. Ну, мы, наверное, на этом остановимся. Хорошо? Потому что нам уже надо с витринкой работать. Случай прячет. Кто захочет попробовать перерыве, пожалуйста, свечи есть. Фен вот он. Попробуйте. Итак, у нас готово. Пока мы остановились на минуточку с вами. Коробочку. И давайте теперь посмотрите, куда пойдет наша конструкция. И сейчас мы попробуем пообсуждать появление здесь вот этого подсвечника. Посмотрите. Я, поскольку немножко прервалась. Почему? Потому что, ну, подсвечник был занят, и не было пока предмета такого обсуждения у меня готово. Сейчас я уже могу с вами поговорить и по компоновке. Какие требования к любому интерьеру, к любой витрине при работе над созданием, ну, определенного, скажем так, два объекта. Прежде всего, нужно помнить три вещи. Очень важные. Очень важные. Первое. Это что очень эффектный, красивый интерьер, или даже там витрина, уголок, можно сделать не обязательно большими средствами. Это я всегда говорю в первую очередь. Потому что масса всяких есть вещей под руками, с которыми можно, так сказать, поработать. Второе. Не обязательно в витрине должен быть тот товар или те предметы, которые продаются непосредственно, допустим, в магазине или в салоне в каком-то. Это могут быть совершенно другие предметы. И как легкий намек какой-то маленький-маленький элементик. И очень важный еще момент, это нужно, наверное, любой дизайнер это всегда знает, всегда выдерживается композиция. Всегда должны быть, дальше идут целый ряд требований, которые знает любой художник, любой дизайнер, их очень много. Начиная от цвета, форма, да, любой витрины, любого уголка интерьерного. Дальше фокус. Фокус это одно из самых-самых важных. Почему? Как устроен человек. Вот вы идете мимо, скажем, второго человека. Что прежде всего вам бросается в глаза? То, что находится где? Кого-нибудь в ваших глаз. Иногда только, если вы издалека идете, видите красные ботиночки. Вы уже идете к этому человеку и смотрите только на его красные ботиночки. Ну потому что они вас заинтриговали цветом, яркостью. Но когда нет ничего выдающегося, вот шел-шел, и вы его просто захотели на него посмотреть. Конечно, вы смотрите, вот у нас есть уровень глаз, у каждого, конечно, метр восемьдесят, метр девяносто, свой уровень глаз, у кого-то ниже, но выбирается средний. Так вот всегда, если говорим о фокусе, всегда располагается важное, самое главное, самое необходимое, на что вы хотите обратить внимание, располагается чуть ниже уровня глаз, да, зрения, и чуть-чуть смещено от центра. В центре никогда они и делаются. Это такой примитив считается, хотя в последнее время начинают увлекаться симметрией, ну может быть асимметрия надоело, хотя более гармонично считается асимметрия вообще всегда во всем, как в человеческом лице тоже. Так вот, посмотрите, пожалуйста, вот вам хороший пример сейчас, да, вот эта витрина, ну или вот это вот, скажем, ну пусть витрина будет, мне так проще. Посмотрите, есть определенный контур, да, и есть какое-то очень сильное пятно. Но оно почему-то висит выше уровня глаз. Это о чем говорит? Что оно не главное в данном случае. Все появится должно гораздо позже. Но как фон и как элемент для баланса, это следующие уже у нас с вами, следующие требования соблюдения, вот про фокус мы поговорили, да, следующее это баланс. Обязательно, если особенно большие пространства, должен соблюдаться баланс. Посмотрите, сколько крупных предметов здесь есть. Куб оклеенный муленформа, прямоугольная оклеенная мхом. Вот она здесь внизу. Очень такие мощные ветки сплетенные и с появлением уже зеленого цвета. Но цвет даже, посмотрите, немножко разный. Фактур тоже разный. Вот. Огромные такие сильные мощные стволы. И появляется у нас уже подсвечник, а потом появляется еще один, второй для баланса. Посмотрите, если вот сейчас у нас не появляется с этой стороны никакого предмета, что у вас, какое ощущение? Слишком тяжело, да? На центр падает вся тяжесть. И очень, посмотрите, какой-то легкий, прозрачный вот этот угол. Здесь уже не хватает элементов. Согласны, да? Вот у нас вот эта точка, она просится проработаться. Ну почему я именно туда поставила большой подсвечник, а маленький поставлю сюда? Почему? Да. Больше пространства, а оно почему произошло? Потому что у нас больше смещено от центра сюда. Согласны? Вот вам ощущение баланса. Вот если честно сказать, когда, например, только с новичками работаешь, вот в флористике в чем угодно, все, что связано с интерьерами, проблема в чем? Все говорят, ой, а научите, как соблюсти баланс. На самом деле у вас у каждого, у нас у всех вот это чувство природного баланса, оно есть. Когда вы видите построен дом и слишком высоко заданные окошки, прямо под крышей, да? И они еще сильно расставлены в разные стороны, у вас ощущение какого-то, да? Вы даже не знаете, почему это происходит, но у вас ощущение что-то неправильное. Или малейшее отклонение. Вот мы сегодня раму с Сашей вымеряли, да? 2 миллиметра уже глаз ловит. Почему? Потому что у нас с вами все очень четко там, да, отцентровано. Мы малейшее отклонение. Ну, я не говорю про людей, у которых там что-то такое другое. А именно вот когда мы нормальные с вами, обычные люди, воспринимаем мир так, а не кверх ногами. Да, у нас с каждым есть вот это ощущение баланса, чувство меры, размеров, да, вписалось или не вписалось. Как и здесь. Любую витрину вы, конечно, будете любой интерьер делать интуитивно в том числе. Но когда вам что-то не нравится, вы уже должны понимать, ага, я тут что-то нарушил. А именно чаще всего либо фокус задрал, либо баланс, либо по цвету перебор и так далее. Ну, а вот это вот эти нюансики, которые с опытом приходят. Раз, сделали, попробовали, перестали, передвинули. Снова какой-то элемент внесли. Вот мы с вами сейчас как раз будем таким экспериментом заниматься. Добавлять мне будут девочки как раз помогать в этом, да. Мы будем, допустим, сейчас заполнять это пространство. Пока они будут работать, мы дальше перейдем. Но начало здесь будет положено. Итак, посмотрите, мы решили, что нам нужно сюда все-таки, для того, чтобы усилить эту сторону, мы добавляем еще вот такой подсвечник сюда. Ну, понятно, он будет со свечами у нас. Вот он, посмотрите, мы уже немножко заполнили, да, эту часть. Достаточно или вы, считаете, что-то еще хочется сюда? Еще хочется, конечно. Но у меня на этот случай есть дубиночки небольшие, веточки. Посмотрите, маловато было, да? И мне не хватает еще какой линии? Вот посмотрите внимательно. Есть вертикаль, вверху горизонталь. Где еще не хватает? Внизу, конечно. Только можно ли мне ее делать замкнутой, как наверху? Наверное, нет. Достаточно буквально несколько внести элементов, которые соединят мне вот это пространство. Хотя бы так. Не столько визуально, сколько какие-то внутренние виртуальные линии у вас появятся. Вы можете спокойно ощутить, давайте вот с этой начнем, ощутить соединение всего вот в этом интерьере, всех линий. Вот, допустим. Так, мне, девочки, нужна трубочка в обленке натурального цвета. Вот, посмотрите. Сейчас вы мне должны помогать, поскольку я стою так, и мне не оценить того, что я делаю, да? Давай тогда вот сюда подходи, будешь корректировать. Вот на эту сторону. А чем резать на зима? Давай. Веточку буквально мы сейчас подзагрепим с вами. Итак, давайте посмотрим. Первая линия. Как она может сойти? Не надо ее прижимать к куру, но закрепить мы ее уже можем. То есть немножко срезая, поскольку, посмотрите, у нас есть срезанность угла, да? Который собирается из разных веток. Вот что-то похожее, но не идеально. Не надо четко повторять этот угол и этот угол. Какой-то намек легкий, и все, пожалуйста. Мы уже получили, потуже, девочки, мы уже получили этот эффект соединения. Но не хватает все равно. Почему? Потому что линия только с одной стороны. А ведь у нас объем, правильно? А когда есть объем, вот эта линейность композицию обрезает. Естественно, что я должна сделать тогда? Завести с другой стороны, совершенно верно. И что мы получаем? Мы получаем интересное. Да, вот это вот вписываем, как бы, вот этот кубик. Видите? Светочка, ты не открываешь, что-то. Ты не наноси, ты не пропустите. Мы как бы вписываем оттуда. Вот эти вот детальки выпущите, девочки. Я как этот лодочник с веслом. Женщина с веслом. Так, вот посмотрите, сейчас мы вберем и следующую линию, но мы их должны самкнуть, то есть привести все-таки к одному месту, вот таким образом соединить. А дальше уже, да, скрепляя, только ты сейчас не спеши, я с великолепным. А дальше высоту разную должны мы задать. Здесь вот, может быть, вот таким образом, только, по-моему, это слишком срезает. Поэтому мы опустим еще ниже. Ну и потом подрежем. Так, вот тут подержи. Здесь подержи. Сейчас я сделаю одну вещь. Так. А где у нас эти сучкорезы? Посмотрите, они у меня будут лежать. Сучкорез, знаете, про что вечно, да? Потому что есть большие такие сучкорезы, потому что явно вот есть, мешает нам немножко сучочек. Вот посмотрите, слишком высоко, поэтому я хочу убрать оттуда сучок и ниже, ниже вот эту линию у нас не слушается, упирается. Мы ее подрежем и закрепим. Вот достаточно вот этого узла. Посмотрите, когда появится вот этот сильный узел, он балансируется вот с этой стороной. Видите, да? Все. И мы таким образом вроде бы казалось... Да, вот, спасибо большое. Сейчас мы буквально два движения и выровняем. Я еще для образца вот так вот. Видите, всего лишь. Держим. Да? И опускаем пониже. Вот, чтобы разный уровень был, да? Закрепляем в одну точечку. Вот таким образом у нас получилась такая вот форма. Посмотрите, еще интересный прием здесь. Вы видите, с одной стороны какую-то такую лохматую, бесформенную, да? Флюшку, не знаю, так, я не знаю, кучка веточек, да? И по балансу совершенно другая форма, контрастная, квадратная, да? Четкая, оклеенная мхом. По цвету они друг друга поддерживают. Чуть светлее, чуть темнее. А по характеру? Следующая как раз, а? Более что? Вот это какая форма по характеру? Нервный, характер. Люди какие бывают? Нервные. Какие еще? Вспыльчивые. Спокойные, уравновешенные, да? То же самое у предметов, у растений, у всего. Стул бывает, тоже с характером. Ножки вот такие. Что за характер? Что за характер? Да, такой непростой, витеватый, да? А бывает такой табурет. Основательный. Да, вот во всем есть характер. Это маленький такой, пример, у дома, у любого, у интерьера, у любого. Там рюшечки, баночки, кружева, что сразу понятно? Шебешик, там хозяйка вся вот такая вот прозрачная, воздушная. А есть так дощатый стол, скатерть, льняная, да? Даже кружево вологодское, допустим, ну как вариант. Ну как без вологодского, это же наше родное, да? Какая-то кринка керамическая, да? Платок ситцевый. Ага, какой уже характер, да? То же самое здесь. Любая. Вот характер, и вот характер. Что скажете про характеры? Да? Вот это более спокойное. Хоть и есть некая нервозность, да? Он хаун, же такой вот такой вот такой. Это не листье гладенький, да? Спидистр там, или монстер какой-нибудь такой гладкий, скользкий. Нет. Или гладь воды, например, да? И по ней там стелятся водоросли разные. А здесь есть некая шершавость. Но он более спокойный. А если вы про это, мы скажем, то, да? Нервный. Почему я не сделала тоже здесь кучку такую вот из веточек? Почему? Да, конечно, чтобы немножко нам надо, чтобы встрепенулись, и в то же время, чтобы более мне было спокойно, чтобы не нервировало, не раздражало. Мы же тоже в интерьер создаваемый всегда должны вписывать разные предметы. С одной стороны, чтобы человека активизировать, да? А с другой стороны, чтобы иногда успокоить. И вы сами себе уже создаете. У вас взрывной характер. Вы очень темпераментно. Конечно, вы придете домой. Что вам нужно? Более спокойное что-то. Значит, вы уже и формы используете. Вот почему. И я вам просто как пример, я не обязательно могу использовать в этом интерьере. посмотрите, вот такие шары из мха. Да? Любая круглая форма. Вообще круглая – это что? Какая форма? Совершенство. И бесконечности. Это самое вообще идеальное для человека. Да? Смотреть на это можно долго. Это успокаивает. Вот когда вы работаете, можно в этот же интерьер вместо куба, да, сложить какой-то огромный шар, к нему еще шар, еще шар, и собрать из разных-разных шариков. Это вот просто я вам предлагаю на выбор, чтобы вы уже сами могли, скажем так, фантазировать, сочетать что-то, играть как конструктором и так далее. Но мы это посмотрели, мы можем завтра это использовать еще, создавая какой-то определенный интерьер. Пока вот, чтобы вы видели альтернативы какие-то. И теперь дальше. Раз вы взяли квадратную форму, что мы можем взять сюда еще? Посмотрите, массу различных круглых форм, да? И теперь мы сейчас будем над этим работать. Сейчас у нас девочки встают на стремяночку, мы будем придерживать, показывать стремяночку сзади, вот туда в маленькую берем, и посмотрите, сколько разных интересных. Но тут, извините, нужна будет тоже и ваша помощь, и ваше участие. Посмотрите, ну, естественно, как мы можем взять живые ягоды здесь снова. Конечно, мы будем брать искусственные ягоды, брать ягодки. Извините, кто тут присоседился, пока не время еще. Вот сейчас, раз прицепился, скажу обязательно, сейчас появились новые огонечки на батареечках. Очень удобные, конечно, батареечки приходится менять, но зато позволяет нам, например, делать букеты с подсветкой, в интерьере использовать какие-то. Радико, помогите. Я сейчас только хочу сейчас с подсветкой. Вот такая вот форма может появиться. Ну и, конечно же, посмотрите, вот такая форма, уже более плотная, которая нас дает к зиме. Если решать, куда же нам его подвесить, ну, я практически почти туда пришла, да, чтобы вас не томить и, так сказать, не заставлять волноваться и мучительно думать, господи, куда же его она повесит, чтобы вы уже так, да. Вот давайте смотреть. Если мы его пристроим сюда, предполагая, что у нас еще есть достаточно предметов для баланса, можем мы его сюда закрепить? Есть какие-нибудь сомнения? Засказывайтесь, не стесняйтесь. Есть вопросы, там, вот почему вот именно сюда? Ну, во-первых, посмотрите, здесь есть интересные движения уже леток, да, они видны, вот они, красивые. И какое-то пустое пространство, которое хотелось бы даже заполнить. Ну, вот есть один маленький нюансик, вот посмотрите, вы сейчас подумайте. Здесь тоже у меня хорошая крупная форма, видите? Но благодаря тому, что это тоже темненькое, а я возьму в другой уголочек, где-нибудь пристрою, вот такое яркое слепенькое, то мы тогда, что? Вот это закономерно тут можем оставить. Понятно, да? Мы же знаем перспективу, вот у нас все предметы тут лежат, дальше только дело техники. Итак, девчонки, забираемся туда, с той стороны, и закрепляем. Вот давайте теперь определим... Мойки, пожалуйста, Лен, нет, с моей стороны. Закрывай меня сзади, и вместо меня вставай. Все, поддержит нам Лена, и я тоже отойду, посмотрю, потому что такие вещи, как художник, должен всегда от картины отходить подальше, да? Повыше. Смотрите, здесь не надо, чтобы соединялись вот эти две части, да? Обязательно должно быть пространство, дыхание. Леска имеет особенность растягиваться, поэтому чуть-чуть делай с запасиком к себе, поднатягивай побольше. Вот, допустим, мы один закрепили веночек, дальше давайте думать. Раз у нас уже как-то все переместилось, есть какой-то, видите, есть такой, какая-то целыхмонность отсутствует. Здесь, в общем-то, свечи хорошо белым пятном, мы сейчас туда тоже поставим свечи, кстати, потому что они очень активные, они тоже на себя берут. Вы знаете, что белый цвет по светоноскости самый сильный после желтого. Самый светоносый считается желтым, а белый следующим тоже очень активный, поэтому вот мы свечи обязательно сюда поставим, белый цвет тут должен появиться. Этого достаточно, как вы считаете, белого цвета здесь? Мы должны будем туда вернуться еще, белый? Должны будем, правильно, совершенно верно. А это уже дальше нам подскажет, так сказать. Веночки вешаем на двух лесочках обязательно. Почему? Потому что... Не качали. А согласитесь, достаточно измениться движение чуть-чуть, и композиция полностью разрушается. Я вам маленький пример приведу. Мы когда делаем букеты, кстати, вот этот вот баланс и форма во флористике очень важны, это вообще один из важных аспектов. Если мы ставим цветочек бутончиком, он встает в хорошее место, особенно тюльпаны нам такую пакость устраивают. Мы ставим тюльпаны, допустим, в какое-то место. Красивый бутончик, закрытенький, замечательный. Все, форма выстроена. Через день ты приходишь и вообще не понимаешь, что произошло. Потому что тюльпан вырос куда-то туда, сломал тебе всю форму, и что приходится, да? Либо разбирать, подтягивать, обрезать и так далее. То есть мы должны тоже перспективу понимать. Если это у нас не растет, не живое, то мы уже куда повесили, так и туда повесили. Если мы работаем с живым, даже с комнатными растениями, когда вы их расставляете, вы понимаете, что речь идет о годе, о двух годах роста, но перспективу растения вы тоже должны всегда учитывать. Это немаловажно. Итак, пока лирическое отступление, вот посмотрите, веночек у нас появился, есть некое пересечение линий, оно может быть здесь. Но вот чуть-чуть, чуть-чуть бы еще немножко, давай вот капельку, чтобы вот эта линия у нас все-таки была разорвана, они не должны соединяться. И давайте дальше сразу же решать, а куда мы? У нас есть два красных пятна. Лесточку выставим, чтобы я не жалуюсь, а не уберите ровно. Итак, смотрите, один веночек есть, есть другой. Мы можем оба повесить вместе, но тогда по цвету нам надо будет искать какую-то альтернативу этим двум веночкам. Если я их вот так два вместе поверну, видите, это может быть. И в данном случае ваши фантазии, ваши желания, они, так сказать, уже должны реализовываться. Но только как тогда быть? Если я вот захочу сейчас вот здесь вот, посмотрите, он даже может у меня быть просвечивающий через вот эти ветки красивые, можно где-то пониже повесить. Это что такое? Сечку задели? А, точно. Я уже думала, вдруг у меня отвалилась вот эта деталь, очень важная. Спасибо. Итак, смотрите, либо я вешаю здесь один, а тут тогда второй. Я, конечно, всем все закрыла. Держи. Посмотрите. Нет, ко мне ближе. А еще лучше, наверное, где-то, да? На зеленом. Вот там? Или на верху. Наверху по диагонали. Дай, пожалуйста, его цвете. Цвета, давай пока. Да. Мне нужно посмотреть. Давайте. Давайте, помогите. Давай. А ты отдала свое? Да. Давайте я еще гляну тоже. Так, сейчас мы рассудим. Нет, ребятки, диагональ очень сильно выраженная появилась. Смотрите. Да, на верху. Все-таки. Да, совершенно верно. Давайте вот сюда вперед и выше, и выше. А сейчас у кого-то есть сомнения, я сейчас покажу, как их можно разрешить. Посмотрите. Поскольку мы говорили, это же интерьерная зона. Посмотрите, что я могу взять и дальше в ход пустить. Интерьерные предметы. Пожалуйста. Мы можем положить вот сюда подушку. Такую красную. Видите? И это у нас будет какая-нибудь витрина там, я не знаю, интерьерного магазина или даже магазинчик, в котором продаются подушки или какие-то там, я не знаю, предметы. И так далее. Посмотрите, сейчас у вас как впечатление. Есть уже лучшее? Да? Только что у нас происходит? Здесь немножко надо сместить в эту сторону. Либо, да, дальше чуть-чуть вот. Настя, вот сюда вот, да? Давай, помогай. Вот, я буду повесить, что он не будет здесь. Ну, вот на этот пенечек, к этому пенечку. Все правильно. Тогда, единственное, у нас не должна быть получиться вот эта одна линия. Да-да-да, надо... Должно смещение, да. Должен быть треугольник. Вот посмотрите, очень хорошо действуют в любом интерьере треугольники. Мы к ним, собственно, с вами сейчас и пришли. И, когда есть много-много треугольников, вы их так и строите. Построили один треугольник. Сможешь достать? Нет? Двигай сюда больше. Или давай отсюда заходи. Вот здесь треугольничку ставим. Сейчас возьми сразу себе полочку. Приготовь. И залезаем. И закрепляем. Только смотрим. Вот здесь очень важный момент. Либо мы двигаем коробочку. Чем мы немножко нарушим, конечно, вот это вот расположение. Но это можно себе позволить, потому что у нас есть еще кое-что. И смещаем вот сюда вот твой пеночек. Вот видишь, пенек торчит хороший, да. Вот закрепляем здесь. Есть треугольник, видите, да? Еще чуть-чуть туда сместим красный. Но это не предел. У нас красного еще много. И вот такими красными треугольниками мы можем заполнять свое пространство. Например, ну для чего вот эти ветки? Ну как ты думаешь, зачем они? Вот и еще. Конечно, совершенно верно. Это же елка, да? А как елка, извините, без Нового года елка. Вернее, Новый год без елки. Ну, короче, без другого не может. И сейчас, подождите. У нас есть такие смешные. У нас родина-то чего? Устюг-то великий. Родина Деда Мороза. Как же мы без них, да? Вот они у нас, пожалуйста. Великий устюг Родины Деда Мороза. Мы возьмем. Так, ага, здесь закрепляем. Можем прямо вот оттуда спускать. А теперь давайте посмотрим. Ты будешь залезать на это, ребята? Да нет. А теперь, посмотрите, у нас есть два таких замечательных Деда Морозика. Они, кстати, по цвету очень хорошо. И смотрите, как они к себе объединяют. И красный, и вот такой вот серенький, да, цвет природный очень. Ну, немножко тут такого замызганного беленького. Ну, это нормальный его цвет, поскольку это все-таки эко-стиль. Дед Морозик такой смешной и очень забавный, как рукодельный. Сейчас, кстати, это тоже очень модно, рукодельные всякие игрушки. И дальше уже, смотрите, мы не за сами веточки, потому что если я на веточку вот эту повешу, смотрите, что произойдет, да, ветка оттягивается. Ни в коем случае на ветке не вешаем. А вывешиваем тоже таким образом, да, чтобы у нас туда мы леску притягиваем. А, и обратите внимание, на что мы все вешаем. Видите, все на лесочках. Кроме, конечно, вот этого вот сильного полувенка, я не знаю, как это назвать, эту плюшки. Проблемка была в том, что у нас не было толстой лески. Только сегодня купили, но переделать не успели. Конечно, это тоже должно висеть в воздухе. У вас должно быть ощущение легкости. При том, что формы-то все крупные и тяжелые, а смотрятся легко. Для этого используется леска. Так, девочки, давайте ниже, конечно. Вы зарыли в самую густоту вот сюда. И, наверное, надо сместить немножко сюда вот еще. Вот сюда ниже отпускай. Если что, просто отрежь и все. И сместите вот сюда. Вот здесь пятнышком должно быть. Ну и потом, смотрите, мы возьмем сейчас, девчонки освободятся, мы подвесим здесь этих двух дедов-морозиков. Их подвесим рядом. А почему мы их не будем развешивать так вот, куда попало? Потому что их только два. Раз их только два, то мы из них сделаем группу. Пусть, ничего страшного, что это не снегурочка. Близнецы. Да. Близнецы, совершенно верно. Им надо каждому в разную сторону. Этот поедет в Вологду, этот поедет в Котлас и так далее. Есть куда. Поэтому мы вот этих двух. А так их бывает много. Вы знаете, когда начинается Новый год, что творится в городе? Сплошные Деды Морозы друг за другом. Поэтому вот мы уже начало положили. Пошли Деды Морозы. Так, да. Вот, вот, вот. Помогите, чтобы у нас вот этот вот треугольничек, он у нас образовался. Дальше посмотрите. Мы этих Дедов-морозов куда повесим? Усилим вот это пятно. Правильно? Оно с белым. Здесь у нас хорошие, сильные акценты. Поэтому мы этих Дедов-морозов сюда где-то вот двоих и повесим. Месочку. И крутим. Дальше нам понадобится, посмотрите, у нас вот эти снежки. Я просто без них не представляю, как обойтись. Но у нас есть еще вот такая вещь замечательная. Поскольку все-таки Новый год. И поскольку все-таки зима. И гораздо раньше мы начинаем оформлять зимние свои уголочки. Да? Мы либо сыпучим снегом вот таким вот пользуемся. И посмотрите сразу. Это очень просто делается и быстро. Вот буквально два движения. Можем даже и на пол немножечко. Мы тут у нас посолим чуть-чуть. Ничего? Капельку. Ну, берем. И вот так вот заполняем, да? Снегом. Подсыпаем чуть-чуть. И уже появляется зима. Может быть даже и здесь немножко. Это все не пачкается. Можно клубочек положить снежный. Но, как правило, я люблю либо то, либо это. Потому что либо много маленьких снежков, да? Либо засыпаем в сугробик делаем. Потому что здесь один материал и другой. Разная форма. Они начинают, как вот со свечками, помните? Они начинают между собой спорить. Либо это сугробы, и к ним уже шары и так далее. Либо вот такой сыпучий снег. Поэтому мы в данном случае шарики можем куда-нибудь еще использовать. Но, как вариант, вы просто имейте в виду такие вот приемчики. Когда нет ничего еще под руками, мы можем взять, натереть пенопласт на терочке. Желательно мокрый пенопласт, чтобы у нас всю квартиру потом вот так вот сверху до низу не усыпал. Да? Мокрым обязательно. Зато вы получите очень хорошие, это, кстати, еще детского садика, по-моему, приемы. Когда мажут веточки клеем БВА или конторским клеем, да? И пенопластик на эти веточки великолепный. Только я в себя советую приготавливать еще белой красочкой подкрасить, что мы завтра с вами будем делать. Вот. И подзасыпаем немножко. Что у вас за проблемки скажите? Нет. Мы думаем... Вот подвязываем обязательно клеточкам. И вот смотрите, вы уже тут корректируйте, а то они без меня тут начали уже самостоятельно. Вот. Смотрите. Если мы усиливаем эту группу, может быть, даже еще сюда сместиться, да, немножко. Можно одного сюда, а второго сюда. И сильно далеко не отрываем, чтобы это смотрелось единым, целым. Понимаете, да? Почему вот это сюда мы вставили? Вот именно чтобы соединить вот это и сделать это более тяжелым. Очень активные два пятна. Там немножко веночек у нас, правда, я не посмотрела. Залезли его чуть-чуть. Вот прямя тут какой-то не круглый, а какой-то гейкообразный. Вот эта часть, вот темя. Ладно, туда немножечко. Ну и смотрите, можно же бесконечно наполнять. Вот есть такие салфеточки, которые тоже в эко-стиле очень подходят. Да, они тоже круглой формы. Можно усилить эффект красного. С красным, да, добавляем еще. Они очень перекликаются с подушечками. Это уже можно без конца насыщать, насыщать. А куда? На кухню? Если там такой стиль, красивая сама по себе вещь, это не значит, что она вам нужна. Вот это должны помнить. Всегда прикидывайте. А куда вы эту вещь притащите? Что вы с ней сделаете? Если у вас мастерская, если вы там дальше в перспективе что-то будете еще делать, не вопрос. Я так и поступаю. Вещь мне нравится, я ее приобретаю, но она или делаю сама. Но это не значит, что я ее притащу и сразу воткну в какой-то интерьер. Ни в коем случае. Под каждый интерьер свои предметы. Ну что же. Есть еще очень симпатичные вещички. Вот такого плана. Это у нас шишечки. Они, кстати, объединяются. Смотрите, есть и ягодки на них, и как вариант, может быть, где-то они тоже появятся. Может здесь еще появиться, ну, может быть, вот такой веночек. Но мне еще всегда нравятся самодельные, то, что вы можете сами спокойно сделать. Фирлянды из шишек. Новая совершенно форма. Для этого интерьера я не везу. И посмотрите, есть ли у нас потребность где-то перечеркнуть. У нас же есть вот эти линии. Смотрите, есть нужда перечеркнуть где-то еще и вот такой вот гирлянды из шишек? Попробовать. Конечно, мы и попробуем. Давайте посмотрим, откуда. Так, ты все с этим меняешься. Давай, скорее его приматывай, прикручивай. Значит, сейчас посмотрим, его ниже надо сделать тогда уже. Этот вы задрали и зарыли. Так, девочки, обрезаем все. Вот посмотрите, когда вы работаете с подвесами, обязательно, да, никаких веревочек не должно торчать. Работка должна быть чистенькая. И вот посмотрите, вот у этого тоже красавчика, да, все срезается чисто. Каждый узелочек, чик, все должно выглядеть очень профессионально. Нигде не должно никаких торчать. Знаете, как закон подлости. Вроде не видно, свет попал, и вот оно, как раз вот этот узелочек и блестит. Поэтому всегда чистота работы, она очень важна. Ну что же, посмотрите, вот самый какой-то пустой и скучный у нас вот этот угол. Согласны? Вроде бы здесь свечи. Они очень сильные, дают на себя такой акцент. Хотя мы уже от них отвлеклись. Немножко туда ушли. Тут еще что-то просите. Можно даже шишку вот сюда третьим предметом подвесить. Там возьмешь большую, ладно? И вот где-то вот здесь вот можно еще шишечку повесить. Ну и что же, давайте теперь посмотрим, где же мы можем еще использовать тоже надо браться за самый верх. Не достанешь, да? Вот сейчас она ушла. Пока она ушла, хватай ее с корректной мяночкой. И давай мы вот там вот сзади закрепим и посмотрим. Вот тут уголочек. Сделаем еще такой провисик небольшой. Скажите, пожалуйста, а чтобы еще сильнее создать, подчеркнуть, вернее, назначение этой витрины, что бы вы сюда еще добавили? Назначение. То есть мы о чем говорили с вами, да? Что здесь, ну, а? То, что продается. Да, то, что продается. А что мы сюда можем добавить? Раз предметы интерьера, да, здесь. Значит, мы можем какой-то еще интерьерный предмет. Предмет. У меня есть такой. Держите. Да, вы сейчас поруководите, куда зацепить, а я еще притащу один интересный предметик, который тоже дополнит нам и создаст некую такую атмосферу праздника. Посмотрите, вот такой светильничек деревянненький. Сейчас же очень много всяких металлических, да? А вот этот вот, который мне сын подарил каким-то чудом. Вот он туда подходит, очень здорово. Посмотрите, куда бы вы встроили? А как же свечи? А свечи куда будут тоже поставить? Вот. А может поставить? Потому что на фон просто поставится. Потеряется, теряется. Вот дилемма-то. Так, на фон куба, смотрите, у любого, так сказать, объекта существует три плоскости. Задняя, центральная и передняя. Если мы с вами уже ветками обозначили, мы выходить за пределами не должны. Ну, будут спотыкаться, да, как вариант. Вот это было бы хорошее место, но... Сзади. Да? А сзади, извините. Сюда? Ну, смотрите, на самом деле, если мы где-то приподнимем, а сюда поставим маленькую толстенькую свечечку, мы уже примирим свечи со светильником. Только здесь уже будет эффект какой? Этот огонечек будет гореть. А свечи вы сможете зажечь? Никогда. Поэтому, может быть, ничего страшного. Понимаете, да, к чему я веду? Что вот мы будем с другой витриной сейчас работать, вот с той рамой. Там совсем другая история. А вот тут, почему я и взяла вот этот вот фонарик? Я бы его не стала брать, мне, может быть, его и не надо было бы сюда. Но тогда, извините, откуда, где источник света? Только с улицы, да, или там вот общий свет в комнате. А у нас-то витрина, обязательно любая интерьерная композиция должна подсвечиваться. Она должна иметь свой вот этот вот очаг, откуда идет свет. Либо это гирлянда световая, либо это вот такой вот светильничек. Понимаете, да? А свечи, простите, это очень декоративный элемент. Вы бы никогда в жизни не зажжете еще в этой экологической, в этой витрине. Пожар вам обеспечен на раз. Правильно? Поэтому мы и смотрим с вами, куда. А когда мы выключим свет, зажжем вот эту лампочку, а еще есть у меня маленький там хитрый приемчик, подсветочки, то может быть, как вариант, да? Вот здесь, тем более, посмотрите, здесь есть хорошее пространство. И оно может быть даже где-то и пересекаться с линком. Вот в данном случае его пересечение, то есть появление вот этого колеечка там, подвеса такого. Только ни в коем случае он не должен висеть над свечами. Поэтому мы его и смещаем, да, немножко вот сюда в сторону. Да, дальше забираешься. Но только тебе сейчас нужно взять все-таки толстая коллеко. Возьми проблочку вот эту нашу. Так, надо только посмотреть, чтобы... Да, вот таким образом подвесим, чтобы нам можно было все включить. И затем мы с вами, ну, может быть, не совсем дадим, а шишечку-то еще прицепила. Ну ладно, сейчас мы разберемся. Леночка, бросай пока свою гирлянду. Мы ее будем потом вешать. А почему мы сейчас бросили гирлянду, а взяли из-за фонарика? Да, потому что мы будем запихивать эту гирлянду в этот светильник не знаем куда. Поэтому, смотрите, процесс прервали, да, закрепили гирлянду. Может быть, она нужна. Но сейчас мы пришли все-таки к тому, что нам нужно, да, закрепить... Вот ты сейчас лежи, я уйду в сторонку, потому что я сейчас ничего не понимаю. Вот так вот, да. Есть пространство. Вы не бойтесь вот этих окон. Они тоже должны быть. Да, обязательно. Вот сейчас сколько фокусов вы здесь видите? Сколько? Три. Почему? А я говорила, помните, что должен быть фокус один, да? Когда витрина и пространство большое, может быть от одного максимум четыре. Если больше четырех вы начинаете еще и еще нагружать, это уже перебор. И у человека для восприятия, да, у него начинают вот эти мысли и восприятие в разные стороны развиваться, нет ощущения целостного. А впечатление на нас производит что, как правило? Вот цельное, да, как только цельности мы не чувствуем. Знаете, салат оливье? Кто мне скажет, что в салате оливье главное? А, все слепила. А вы съешьте этот майонез, да, один, без вот этой вот, извините. Вот такая витрина, да? Извините, не клей тут должен быть главным, да? А то, чем вот эта витринка или тот вот интерьер, чем он пронизан вот этими предметами, а не майонезом. Так, ну чего вы закрепили, девчонки, давайте теперь постороночку. Я сейчас гляну издалека на это все. И мы с вами определим, я хоть сама еще издалека посмотрю. Так, ага. Так, девчонки, и, пожалуйста, ближе к сцене, ближе к сцене. Так, веточкам, ничего страшного, если будет что-то мешать, да, отрежем. И пониже чуть-чуть, но немного, немного, немного. Девочки, девочки, венок, вы зачем через венок-то пропустили? Уйдите, смещайте за венком, двигайтесь в, для вас влево. Еще. Стоп, 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 стоп. Все, и пониже. Чуть-чуть пониже у нас венок кончается. Вот, да, чтобы венок не кончался на макушечке светильник. Еще чуть-чуть, еще ниже, еще чуть-чуть ниже, Светочка. Сейчас, даю сейчас. Она сейчас там может, если не зацепиться. О, стоп. Так, вы видите, что Дед Морозов мало там висит, да? Видите? Не хватает кучности, да? Вот можно сейчас еще шишку туда добавить. И такую же шишку можно повесить над венком, который для вас, для нас справа. К веткам ты опять ушла? К веткам ближе. Влево. Да, влево. Для тебя влево. Все. Вы не бойтесь, что веточки... Так, сейчас я все подойду туда. Я поняла, в чем дело. Так. Смотрите, девочки. Значит, вот то, что влево и ниже. Отпускай немножко. Вот так, все. Стоп. Это вот, можно этого не бояться, либо это подрезается. То есть это вещи, которые монтируются и потом дальше формируются, да? Можно. А можно мы сейчас посмотрим? Вот, мы сейчас зажжем фонарь и посмотрим, как это будет интересно. Они создадут еще тут определенную атмосферу. И мы еще сюда обязательно добавим шишечку. Берем вот эти всякие вилочки. Так, и вторая шишечка. Вот просится где-то, вот посмотрите, да? Где-то вот в этой зоне еще. Ну, что там у вас? Завязала? Купила? Как легче. Да, я быстренько залежу. Так, у нас винитель тут есть. Так, и... Давай, подержу. Придя, заби сюда листочку. Хорошо. Видите, все равно работа, которая требует вот такой вот кропотливости, да? Да, постепенно вот каждый узелочек надо проверять. Особенно, когда вы работаете вот с такими вот достаточно увесистыми предметами. Включил. Все? Бросаю? Да. А у нас еще есть тут шланг некоторый. Так. Ну, вот можно как-то опять, по-моему, да, сместилась, по-моему, еще. Ты снова сместилась. А почему у тебя все время съезжает? По ветке съезжает. А, так это просто. Там, видишь, есть еще сбоку веточка. Так, дай, дай еще. Дай мне кусочек, я сейчас быстренько сделаю. Сюда. Кусочек пробочки. Дай. Держи ножницы. Здесь вот есть крючочек, вот такая, да, смотри, держи мне вот эту кусочку. Куда пошла? Давай, искали, сколько у меня. У меня все есть. Давай, держи. Смотри, вот когда вы что-то вывешиваете, смотрите, всегда на веточках, всегда есть за что зацепиться. Ветка гладкая, реально, она с нее съезжает. Но здесь есть еще крючочек один. И вот если мы зацепимся за этот крючочек, то есть мы выше поднимемся немножко. У нас, конечно, приподнимется чуть-чуть, поскольку тут уже все обрезано, что можно было. Ну, мы сейчас вот таким образом съездим. Так. И зацепим. Чуть, конечно, оно, я думаю, немножко у нас чуть-чуть поднимется. Ну-ка, опусти на минуточку. Отпускай, отпускай, не бойся. Нормально, все, держи опять. Вот и все. То есть тут, видите, момент такой еще, когда сноровки просто нет, тяжело человеку сориентироваться. Здесь быстро-быстро можно переместить, можно всегда на сучочках найти крючочки всякие и зацепиться очень легко. Но всегда нужно помнить, что если в течение дня это куда-то съедет, у вас опять нарушится композиция. То есть это вот тоже нюансы очень важные. Всегда ищите надрезы делайте. Вот это я часто очень применяю, когда гладкие палочки. Всегда есть какая-нибудь ноженки, девчонки. Всегда можно какие-то есть пилы, легкие, ножочки, которыми можно всегда отрезать. Так, ну что ж, давайте мы быстренько подвязываем остатки деталей. И шишки. Сейчас мы шишки сделаем, это уже последний. Давайте вот здесь вот где-то шишечку завешиваем. И еще вот я там издалека посмотрела, мне захотелось еще где-то вот над этим красным венком еще какое-то пятнышко красненькое. А здесь как раз есть ягодки. Давай еще одну шишечку туда подвесим. Сейчас я уйду в сторонку. Лена, ты берешь кончик. И давайте смотреть, где мы пропустим сейчас... Пропустим гирлянду. То есть вот этой самой гирлянды мы должны будем немножко свою ветрюку объединить. Посмотрите ветки, как висят, полукруглые, выгнутые вниз. Вот эта гирлянда, она призвана нам как раз снизу, да, провести такую жиренью только навстречу. Девочки, что у вас там за освещание? Нет, ничего. Нет, я просто, если вопрос, вы меня спрашиваете сразу же. Катюш, вот со своей шишкой иди вон туда к веночку, там стремяночка. Кать, тебя прошу, а я... А, извиняюсь. Так, да, вот давай, Над. Посмотрите сейчас, красное пятнышко. Да ладно, у тебя все хорошо. Ножки стройные. Так, все. Смотрим, Над, прямо над веночком. Смещаем так, чтобы в веточках, да, красное пятнышко чуть-чуть выше. И вот теперь про что я говорила. Смотрите, какое движение у веток. Вот оно, полукруглое такое, да. Есть еще такое же движение. Отходи в сторонку. Ну пусть... Здесь, конечно, вот эта веревка очень мешает, видите, да, надо было ее отрезать. Но сейчас уже надо будет немножко двигаться вперед, потом девчонки поправят. Так, пока они там решают, куда чего привесить, мы смотрим с гирляндой. Давай сюда, Леня. Вот посмотрите, про что я вам хотела сказать. Есть вот это движение. Нужно еще одно движение, но на встречу, чтобы немножко вот этот круг замкнуть. Естественно, это не круг, но элементы вот этого движения, мы его поддерживаем. Раз, есть линия, два, есть линия. Есть, посмотрите, еще третья линия, да. Поэтому тут все закономерно, появление какой-то гирлянды. А гирлянда всегда с чем у нас ассоциируется? Тоже с елкой, с Новым годом. Поэтому ее присутствие здесь тоже, в общем-то, почти практически необходимо. И вот давайте теперь смотреть, где мы ее, каким образом мы ее располагать будем. Нам совершенно не обязательно прочеркивать все, но в данном случае, да, вот как-то мне нужно. Подержи за цитерами, я туда внутрь залезу, и ты мне отдашь. И отойдешь в стороночку, чтобы у нас посмотрели, девушки. Посмотрите, где мы ее закрепим. Дальше, ближе. Там мешает, наверное, та сторона, да? Это мы подвинем подушки, это все ерунда. Сидик, ты снимешь, да. Посмотрите, пожалуйста, и стремянку убирай, да. Вот определяете, решайте, куда мы можем прийти. Можем прийти вот сюда, куда-то, да. Здесь, понятно, все вот это вот двигается. Дальше куда? Туда, сюда. Правее, хорошо. Так, и? И подтягиваем ее, да. Но смотрите, здесь вот какая опасность, да. Здесь либо надо над ними, вот посмотрите, что мне, например, бы не хотелось делать. Только вот под этими, да. А ты, говорит, там стоишь. Конечно, вот выйдешь сюда на свет, вот тогда. Посмотрите, я пока закреплю тут, потому что я сейчас делаю просто по наитию. Вот просто как ощущаю. Вы, естественно, руководите мною. Сейчас я пока вот тут закреплю. Как временно, да, вот уже легло. Но они еще и съезжают. Вот палочка есть, все. Сейчас я прикреплюсь. Так, смотрите. Чуть-чуть мы сдвигаем, да. Но мне, конечно, очень не хотелось бы, чтобы это ложилось на шишки. Ни в коем случае не должны лежать на предметах. Иначе это не гирлянда уже. Как елку, когда наряжаете, елки на ветках ни в коем случае не должны шишки, ой, то есть гирлянды лежать. Они все висят, все провисами. Ну вот где-то так. Согласны? Или не очень? Достаточно. Ну, я честно вам скажу, что мы уже тут зависли немножко, по моему даже времени, по ощущениям. Давайте мы сейчас зажжем наш долгожданный вот этот светильник, который мы долго-долго крепили. И попросим Сашу выключить свет. Так. 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 Вот еще не все. И... И чтобы создать еще большую сказочность нашего интерьера, посмотрите, мы делаем подсветку. Либо с этой стороны, либо с этой. Посмотрите, да? Вроде бы все было обычно. Вы сидели. Мы тут хором с вами соображали, куда что повесить. И буквально выключили свет. И вот следующий аспект при создании витрили, что беленького не хватает. Мы вот согласны с беленьким, но можем мы, в принципе, себе наступить на горло и положить беленькие шарики прямо на землю. Посмотрите. А на эти ветки, которые виссятся? Можно повесить. Посмотрите, они какого качества. Видите? Ни гламурные, ни какие-то там. А вот такие вот. Единственное, у меня тут, к сожалению, нету этих... Можно так висать. Просто, допустим, да? Чуть-чуть. Ну, честно, я вам скажу, я не люблю, когда вставленные. Надо обязательно висело, чтобы... Здесь принцип такой. У нас все висит, да? Или лежит вот внизу. Поэтому иголочка, да? Сейчас нам буквально... Мы с вами чуть-чуть еще такой... У меня еще есть вот такие миленькие снежочки. Вот, посмотрите. Они, кстати, тоже могут здесь присутствовать. Вы знаете, да? Такими вот мелкими пятнышками беленькими, чтобы... Я согласна с Настей, потому что у нас зима. А тут зима в виде только вот немножко снега, где-то в морозах. Да? Смотрите еще, какой есть интересный прием. Вы берете вон тот венок шишками. Берете белую красочку. Прокрашиваете снизу. Сыпите сверху снег. Высушиваете. И у вас появляется заснеженность. Вы берете вот эти веточки. Сыпите тоже так же, да? Красите красочкой. Сыпите снег. И у вас снова появляется зима. Понятно? Это те самые нюансики, которые, ну, скажем, вот в процессе, в процессе, в процессе. Каждое движение, оно обязательно, да, вот нас к чему-то подвигает. Вот мы вроде решили так. Картинка перед глазами стояла такая. Когда сделали оп, а так что-то не срослось. То есть какую-то детальку, какой-то... У нас по этому всегда должен быть запас. Каким образом выруливать. А вдруг не сложилось, как на эскизе. У меня часто, на самом деле, в последнее время, конечно, все больше эскиз соответствует, ну, скажем так, тому, что появляется в результате. Но частенько бывает, когда в пространстве это все оказывается, не хватает каких-то деталей. Поэтому, девчонки, нам сделайте, пожалуйста, несколько снежиночек вот здесь вот беленьких, прям вот в этой губочке, да, чтобы чуть-чуть вот поддержать вот это вот. Именно подвесить нужно. И еще посмотри, может быть, даже и снежок. Потому что форма крупная, она у нас здесь очень хорошо вписывается. Ну вот, пожалуйста, можно дальше работать. Здесь просто, если вы на этим... Вообще витрина бывает, или витрина, как эта часть, создается долго, не один день. А почему? Художник как картину пишет? Так, что-то сделал и ушел. И отдыхает. Потому что замылен глаз. Потому что не все видишь. Надо вот так отвернуться, а потом вернуться, ой, что-то я задрал. А это именно, это нормально. Поэтому, когда в вашей витринке, там, или в вашем интерьере, что-то через день оказывается не на том месте, это нормально. Когда вы делали, вы немножко потеряли вот это ощущение, да, вы уже смотрите, смотрите, вы человеку, что-то... А вот и вы такое, вы зовете кого-то, слушай, посмотри, мне что-то не нравится, что-то тут как-то, да, не туда пошло. Это нормально. Вы никогда этого не боитесь. С опытом меньше такого будет. Ну, кстати, вот сейчас я туда ушла и сразу поняла, а вот тут вот что-то беленькое бросится еще. Вот прямо там и бросится. Как раз, может быть, даже взять и... Ага, у нас где-то красочка далеко беленькая. Девочки, палочка с красочкой и кисточка. И снег с кисточкой. А? Краска. Краска белая. Потому что клей, он, даже если снежком мы насыпем, не будет этого эффекта. Пока это все несут, мы давайте с вами пока вот как раз сделаем то самое. Отвлечемся отсюда и перейдем к следующему. Хорошо? Чтобы уже у вас и тоже появилось ощущение, ну, скажем, смены такой декорации. Вот посмотрите, еще какая есть интересная вещь. Если вы там видели такие вот очень свободные природные формы, да, значит, смотри, сейчас одну секундочку, тут момент очень важный, тоже не переборщить. Вы бьете и подкрашиваете вот прям со стремяночки вот эту верхнюю часть на веточках и тут же сыпите вот этот снег. Хорошо? Можно немножко на веточки, чтобы у нас вот снежок выпал, все, начнется зима. У вас, по-моему, уже снег, говорят, лежал. Я даже видела в Инстаграме, какой у кого все в снегу. Да? Такое было. Как будто все взяли. Да, 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 да. Ну что же, а вот теперь посмотрите, есть такая рама. Это рама у нас такая видавшая вида. Мы ее возили в Москве. У нас Вологодский регион очень часто участвует в выставках. И в этом году тоже было. Называется «Зеленая неделя» в Германии. Мы там у них работали. А это была «Золотая осень». Сейчас же ведь что у нас, как это называется, замещение-то, что там? Импортозамещение, да. И очень мощно в этом году должны были все наши регионы представлены. Мы в том числе и вот работали, но не с этой витриной, не с этой высоты, не с этой рамой. Рама у нас такая прошлогодняя. И я всегда разным предметом нахожу потом тоже применение. Вот как там это были продукты какие-то, такая была инсталляция. А здесь я так подумала, что почему бы нет, чтобы нам сделать какую-то очень строгую форму в сочетании с более вольными, легкими топировками, цвет активный. Кстати, вот мне хочется сделать комплимент этому залу, потому что здесь изумительная палитра цветовая для фона. Вот обратите внимание, серый, серебристый тона. Вот назовите мне любой цвет, который сюда не подойдет. Не подойдет. Какой? Никакой. Даже шоколад. Возьмите шоколад коричневый, да? Даже он. Ну, чуть-чуть добавили и все. То есть это настолько вот универсальное сочетание, которое хорошо как раз для всяких показов, разных вот таких всяких событий, мероприятий, все что угодно. Поэтому вот просто замечательно. Мне повезло, потому что сейчас бы я бы ломала голову, какие бы делать задники. Тут, знаете, какой серебристый красивый фон. И вот сюда вот каким-то чудом, это тоже не специально было куплено, но у нас есть такая интересная трапировка. Она практически, посмотрите, цвет в цвет. Тоже, да? Серебристы это с какой-то свадьбы было, закупали тут 20 метров. Я думаю, ого, очень даже можно интересно. Где-то я еще одну стремянку видела. Сейчас мы ее, ага. Тащи ее, что-нибудь что-то страшно. Она сюда входит на этот? А давайте мокнем со стремяночками. Так, посмотрите, что так девочки-то делают. Шире, наверное, надо, да? Шире. В стороны немножко уходите. Надь, ты достанешь без стремянки ведь, да? Ага. Дай мне, пожалуйста, стремяночку. Вот посмотрите, сейчас буквально несколько движений. Нам нужна всего лишь вот такая трапировка. Причем она длинная. И я сейчас, Надюш, попрошу тебя, убери от меня теперь вот это все. Мне теперь не надо. Вот все-все-все-все отсюда собирай. Все в эту коробочку и убирайте. Теперь мне очень важно вот это идеальное пространство, чистое. Потому что мы сейчас начнем работать с ним. Да. Ой, кстати, вот у меня еще пледик был. Посмотрите, сюда же, вот туда же приготовлено. Тоже можно каким-то образом, да? Теплая такая вещичка. Все убираем. Мы заканчиваем там работать. Да. И, девочки, очень большая просьба. Девочки, там кто-нибудь? Катюш, вот здесь надо сразу убрать. Потому что для... Ты меня спрашиваешь. Я не могу. Здесь же есть. Вот туда, иди там. Итак, посмотрите. Здесь замечательная джокерная такая... Ну, она не джокерная, такая конструкция хорошая. Причем она очень брутальная, крепкая, жесткая. И в сочетании, опять же, помните, мы говорили с вами на контрастах. Вот предметы. Тонкие, нежные, легкие. Но при этом какая-то дальности конструкция вот такая твердая, крепкая. И рама. Что теперь вот в этой раме мы можем сделать? Причем, если говорить о сезонности. Мы еще не поговорили... Мы говорили с вами об интерьерном таком подходе к оформлению, да? Но мы не поговорили про сезонность. Естественно, каждый интерьер должен дышать. Он должен жить. Он должен обязательно участвовать в сезонности. Я, пожалуй, что еще выше возьму. Сейчас вот так. Ага, это туда совершенно другое. Даже можно... Там их 20 метров. Это можно хорошо там вытаскивать долго. О-о-о-о. Спасибо. Нельзя здесь больше, что мы там все намерли в красотке. Так. И вот, наверное, теперь, я думаю, что... Смотри, надо вот так пропустить. Вот так. Да? Так. Так. Очень много должны быть визы. Потому что мы должны эту ткань... Ах, а просто это сделаем. Задекорировать еще и виз должны. Так. Чуть-чуть я выйду в сторону. Я очень сильно над рамой стала это делать. Немножечко мы сместимся. Это уже работа, видите, совсем другого плана. Мы уже работаем с тканью. Конечно, у меня... А, в принципе, давай я еще сюда перетащу побольше. Вот так вот. Все. И должен висеть кусочек у нас такой. Просто вниз. Броши, броши. Немножечко. Так. Очень красивая, видите, деппировка. Да? Часть рамы у нас закрывается. Здесь мы какую-то классику с вами делаем. Совершенно такое... Может быть, кому-то покажется это обычным достаточно. И пропускаем снова. Сейчас я только перемещусь немножко. А то задом наперед очень тяжело стоять. Сейчас вот сюда. Но при всей вот этой вот... Ну, гламурное слово вообще терпеть не могу. Гламур. Это какое-то вообще непонятное... Такое... В общем-то, не знаю, кем придуманное. И оно, кстати, не передает всей сути. Вообще-то. Даже тех... Ну, что-то дорогое и блестящее. Или там, я не знаю. Что такое гламур? Кто мне скажет? Я этого не понимаю. Есть более-таки классические интерьеры. Есть более, ну, скажем, романтические. Есть больше изысканности какой-то в интерьерах. Есть вот сейчас стиль очень... Начинает приходить на смену Шерри Шика. Стиль Боха. Слышали уже про такое? Нет? Когда сочетается что-то очень дорогое, богатое и хип-пи. И вот это сочетание очень такого вольного, беспринципного в чем-то, да? Даже, может быть, я неправильно хиполею, так сказать, охарактеризовала. Сейчас, пацаны, вот так... Ай! Помогайте, девчонки, сейчас, пожалуйста. Это вы как-то все там забирали. Здесь очень важно шевелиться вокруг. Ну что же, вот стиль мы здесь заправляем. И уже вот это уходит у нас все назад. Вот такое вот переклетение трапировки. Так. И назад, и вот все. И бросаем туда вперед, чтобы нам прикрыть вот этот бортик. Мы его полностью должны задекорировать. Я не вижу, что у меня тут за волна получилось. С небе тоже, конечно, поработать надо. Она должна быть такой многослойной. Трапировка очень такая воздушная. И в то же время она стальная, тяжелая. Смотрите, я бы не хотела ее здесь вперед. За трапировку свешиваете. За. И туда вперед вот спускаете. Все. Сейчас я отсюда спущусь. По высоте посмотрите. Не на середине, надеюсь, рамы, или на середине. Выше середины должно быть. Наверное, тогда еще надо. Нет, мы для ишкова... А нет, нет, у меня просто дальше там еще... Мне поэтому надо повыше. Сейчас вот это только уберу чуть-чуть. О, вот так. Мы потом посмотрю еще сама. Значит, смотрите, теперь... Вот, казалось бы, да, сплошной тут вот такой романтическо-классический декор. Здесь мы должны... Вот это немножко заверните, чтобы никаких лохмотьев у нас не торчало. Здесь мы должны... Нет, вы не поняли. Мне надо спрятать просто лохмотье. Заворачивать за раму ничего не надо. И смотрите, мы спускаемся вниз с этой трапировкой. Если это просто висит, то это и мы декорируем. И посмотрите, какой получается прям бадуарный такой, да, лифт? Какой-то. Ну, прям вот сюда художника с кистями и вперед. Но, чтобы чуть-чуть это сделать... Ну, может быть, я бы еще вот это приподняла. Ну, посмотрим, как подогнем. Вот. Ну, чтобы сделать это более приближенное к нашему... Ну, скажем, к нашему природному, есть такое интересное... И потом еще зима, еще Новый год. Что я сюда придумала? И по цвету очень красиво перекликается. Мы спрели вот такой пучочек из веточек. Смотрите. Совершенно. Из другой оперы. Видите? Очень-очень контрастный по своему характеру. То есть какая-то уже есть связь, да, природная. Но цвет... Это что за растение? Кто знает? Лево. Нет. Нет, это красный дюрин. Вот он такой шикарный. Дюрин? Дюрин красный. А? Советский цвет. Да, ветки вот такие красные. Растет прекрасно. У нас растет. Он бывает пестролистный, бывает зеленый. Вот у меня пестролистная форма на даче. Вот прям вывезла. А вот, кстати, чем больше вы режете, тем он лучше и растет. Сейчас, девчонки, вы вот так держите. Я приплю туда и скажу, куда подрежьтесь. Хорошо? Вам придется встать на стремяночку вот туда. Или, смотри, если ты достанешь вот до той, до той, вот туда. Начинать, что-то знание. Так, вот смотрите, вот таким образом смещаем. Движение, видите, опять, да, мы все время поддерживаем. Груди прямая рама, прямая колода. И при этом мы еще добавляем вот где-то вот так. Вот так держишь. Начинать. Мне можно дать, когда я прорубь у себя. Тихо самое. И вот туда пропускаем. Желательно фольдерпировкой, чтобы у нас не резала вязочка. Вот, пока девочки здесь закрепляют, я еще группу одну прошу помочь. Тащите пакет с зеркальными шариками. И мы сейчас вот это вы увидите, как вот с этим, что сейчас метаморфоза какая произойдет. У нас, что мне всегда очень нравится в любых интерьерах, в любых работах, это слово... Такое? Что всегда должно быть в статичном? В статичном, что всегда должно быть? Движение. Статика, да? Вот оно. У нас что статично здесь? Рама, да? А ткань? Движение. А где у нас еще движение? В ветках? Движение. Как мы можем поддержать это еще движение? Чем-то падающим, да? У нас какое сейчас движение? Что-то высыпается, конечно. А посмотрите еще, как сплетено. Как будто это вот рожок такой. Видите? Я не просто пучок связала, а я сделала такой объемчик. И как будто вот оттуда сейчас у нас посыпятся, посмотрите, что? Вот такие вот прикольные зеркальные шарики. А специально они сделаны на лесочках. Тут, правда, проволочка была. Можно, конечно, было бы и на проволочках вот этих вот цеплять. Но они белые, и они немножко нам портят вид, поэтому проволочки достаем. И девчонки сейчас займутся работой золушки, потому что сейчас нужно будет привязывать вот туда, смотрите, сначала внутрь, видите, а потом все ниже и ниже, и цен потоком. Справитесь? Давайте, можно на помощь кому-нибудь прийти, чтобы нам побыстрее, потому что мы сейчас, пока они будут тут заниматься, мы дальше пойдем, иначе мы зависнем. А когда они на шарике повесят, мы снова вернемся к электрике, к этому объекту, грубо говоря. Так, девчонки, значит, смотрите, начинайте с внутреннего. Сначала внутрь, внутрь, внутрь. И более крупные, да, совершенно верно. Вам идея понятна, да? Если мы говорили, допустим, о статике и сочетании статика и движения, то есть все витрины, все объекты, они всегда на чем-то, в принципе, на каком-то построены. Должна быть идея. Какая идея здесь? Да? Что есть что-то очень надежное, статика. Вот такая, та сильная, крепкая, вот эта рама, она держит все, всю нашу суть. Но в этой жизни идет своим чередом. Пусть это даже будет движение вниз. Но у нас же Новый год, это что должно быть? Куча подарков, которые куда должны лететь? Вниз. Нам. В руки. Вот все. Идея понятна. И на этой идее мы работаем. Потом у меня еще кое-что туда есть. Но пока мы вот остановимся на этом, двигаемся дальше. И идем к следующему пока объекту. Кто у меня тут работает на этом объекте? Так. Итак, смотрите. Что же здесь? Посмотрите, здесь вроде бы уже что-то такое заготовлено. Ну, Новый год, елка, что-то тут вот натянуто. Это, скажем так, элементы. Я вынуждена была сделать заранее. Сейчас объясню, почему. Потому что все это требует очень кропотливого труда. Если бы мы сейчас тут это делали при вас, вы бы тут у меня уснули. Ну, понятно, да? Это все вот такое вот. Каждую детальечку провесить, закрепить. Посмотрите. Как вы думаете, вот коробка подарочная, елка. Для кого предназначается вот этот уголок? Нет, но... Конечно, детям тут легко угадать. Даже далеко ходить не надо. Естественно, аксессуары у нас с вами тоже будут детские. Но посмотрите, как построена в данном случае вот эта композиция. Есть основа, как всегда, да? И причем, посмотрите, цвет этой основы. Он выбран обязательно такого же, да? Цвета, как что-то есть у нас вот в рисунке коробки. Мы специально завернули коробку не в традиционный клетчатый, не в какие-то там детские рисуночки. Итак, поймаем, поймаем. А вот он, да, уходился. Спасибо большое. Держите, девчонки. Вот. А мы взяли такой рисунок нарядный, как детские каляки-маляки. Видите, как будто карандашом дети рисовали. Вот это вот тут, собственно, тоже такой какой-то орнамент. Очень смешной, забавный. И, соответственно, по цвету вот это разноцветие, оно у нас будет поддерживаться и приколем. Что мы сюда возьмем? Посмотрите, с чем у вас ассоциируется вот это движение из коробки? Ну, фейерверк, это взрыв. Взрыв, да? А что дети всегда ждут на Новый год? Подарков. Подарков побольше, да? Чтобы вот так вот. И, естественно, вот этот взрыв мы и хотим создать. То есть мы хотим передать вот это ощущение. Вот это ба-бах, и все. Вот оно полетело в воздух. Девочки, приступаем. Смотрите, пока они начинают делать, они уже знают, что делать. То есть вы сейчас посмотрите. Еще-таки есть невозможно делать это с той стороны. В принципе, не играет ролик. Хоть оттуда привязывайте, хоть отсюда. Просто, чтобы было, ну, так сказать, виднее. Вот у меня. А вам стемянка ли не нужна пока? Им пока не нужна. Можете приходить сюда. Значит, смотрите, пока девчонки начинают делать, я кончу еще поговорю про это место. Так вот, можете убрать вот это подальше, вам пока не надо. Смотрите, появляется, что? Ну, детская витрилька, да, детская уголочка. Но являются игрушки. Ну, вы чего? Двигай ближе сюда-то, да, и все. Девчонки, смотрите, если боитесь, давайте я вам что-то покажу. Нет, нет, надо, чтобы не упали. Да нет, тут не упали, там хорошо все держится. Если тут это ставить, все, и... Начинается. Так вы можете к елке привязываться-то, девчонки, она-то надежная. Не обязательно туда, конечно. Вот, вот сюда привязывайтесь, и все. Теперь смотрите, мы на разных уровнях делаем сначала крупные формы. Помните, про что говорили? Вот эти крупные формы на разных лише. Вот один у нас сидит внутри, крупненький. Вот еще бумажка такая. Такой уже приготовился взлетать, получил уже толчок, да. Следующий летит уже. И следующий оторвем его побольше. Тут всего три формы будет из игрушек. Выше, выше, выше. Вот так вот, да, повыше. Две тут, одна там. А остальное все заполняется чем? Шариками, да. Потому что они нарядные, они яркие. И они нам еще, благодаря вот этим... Если вот это все залепите игрушками, что получится? Кучка какая-то, да. Но если между этим появятся игрушечки, шарики, они как раз, во-первых, новогодности нам добавят. Во-вторых, они разрядят вот эту обстановку. И в то же время свяжут все это вместе. Ну, какой-то, может быть, сюда еще поставить какую-то коробочку с подарочком. Сейчас мы эту бумажку уберем. Где подарочки? Подарочки, подарочки. Где коробочек с подарочками? Там коробочек. Да, я думаю. Можем еще для старта. Хотя я сейчас вам объясню принцип. Пожалуй, коробочку мы сюда не будем ставить. Знаете, здесь диагональное распределение материала. В чем это заключено? В чем? С той стороны коробки, видите, да? Но елка наверху в виде гирлянды. С этой стороны елка, то тогда наверху что должно быть? Коробки. И посмотрите, здесь принцип такой. Большая, тяжелая тут коробка, да? Но зато маленькие коробочки будут над елкой. Понятно, да? А здесь у нас хорошая гирлянда. И к ней как раз вот игрушки и шарики. То есть вот такая вот по диагонали, скажем, зеленая линия. И вот тут по диагонали линия коробок. Понятно? Твое с одной стороны, коробки с другой стороны. Так, а вы, вот это не надо сюда. Шарики начинаем, все-все. Вот сюда давай его посадим. Дай мне его сейчас постепенно. Его можно вообще туда зарыть, чтобы только одна голова торчала. Видите? Чтобы было опять ощущение постепенного оттуда выползания. Вот, и теперь вы вывешиваете шарики. Вот ваше занятие сейчас. Так, все ниже, ниже, ниже. Можете наоборот отсюда начинать. Здесь одна-две игрушки, да? И они только тут находятся. Можно вот сюда шарик уже повесить? Посмотрите, вот сюда. Если мы повесим сюда, что происходит? Мы нарушим вот это движение, да? Только вот, например, один шарик сюда. А что, так он не подвесился? Не взять вашу, что ли? Девчонки, что вас тут не будет? Давай сюда тогда переходи, чтобы не было. Встаньте вот сюда, девчонки, быстрее сделайте. А то уже начинаете хрестись. Я боюсь, что это будет надолго. Да еще у вас все валится почему-то оттуда. Покрепче зацепляйте. Сейчас вот тут зацепилась палочкой. Сейчас, пока девочки будут здесь делать, они задачи поняли, мы с вами перевести все к следующей. Можно назад уже туда вернуться, да? О, как там все сияет. Все, девчонки, значит, вы задачу поняли, да? Здесь по одному, по два, можете прям клетки сюда прикручивать. И затем все шире, шире, шире. Аля, поняла? Хорошо. Ни в коем случае за края не выходите. Все, я пошла дальше. Значит, возвращаемся назад. Вы можете тут уже помогать немножко, если возникнет какие-то пожелания. Так, вот у нас уже хорошо, девочки. Знаете, где не хватает мне? Вот здесь. Вот сюда вот. Сюда вот прикручивается. Сюда вот сюда. И, возможно, длиннее, прям до самого спускаемся. А я пока поработаю с этим уголком. Вы смотрите, у нас очень активный этот угол. Согласны? Прям такой, сейчас мы его еще усилим, как можно больше туда. Что здесь будет у нас? Он цветет. Да. Но вы еще не туда смотрите. Да. Вот что у нас сюда с вами пойдет. Понимаете, да? Как интересно. Посмотрите, здесь построено на контрасте. Очень такого благородного, благородного и очень простого. Деревянная рама, в общем-то, покрашенная так вот, ну, как-то, да? Как вот забор покрасили. Ветки тоже такие срезанные с огорода. То есть вот это сочетание, это такая эклектика, что сейчас, вообще-то, тоже очень актуально. Сочетать несочетаемое, казалось бы. Но гармония есть в этом, согласитесь, да? Контрастные совершенно, вот такие блестящие игрушки, они нас примеряют вот с этим подсвечником блестящим. А ветки с рамой хорошо перекликаются. По тону, посмотрите, как интересно. Скажите, пожалуйста, ставим вы еще сюда цвет какой-то водитель? Например, белый. Например, белый. Наверное, не надо. Правда? У нас даже серебристость тоже разная. Блестящая и в то же время какая-то такая патина. Видите? То есть блеск зеркальный и уже такой состаренный. Достаточно. А свечи у нас тут белые. Вот, всего достаточно этих белых свечей. Но они будут еще здесь у нас присутствовать. Посмотрите, кроме свечей... Смотрите, что еще есть. Да? Если мы насыщаем свою витрину, очень правильная, четкая форма. Если мы говорим о круге, о шаре, о совершенстве. Вот они. И они, опять же, нам для чего нужны? Чтобы поддержать вот эту форму. Да? Какая-то появляется тоже интрига в этом. А почему такой современный, такой очень... Как-то назвать даже не знаю. Такой, если говорить о космосе, да, о каких-то совершенных линиях. Очень гладкая поверхность. Вот этот шар, он тут появляется. И мы его можем, да, положить либо по диагонали под маленькие шарики, либо, наоборот, усилить вот этот край. И опять создать вот этот контраст какого-то очень старинного подсвечника с какой-то очень крупной такой сильной механической, как по-моему, так просилась на язык, формой. Видите? И вот она, пожалуйста, уже деталь интересная. Чтобы поддержать ее, мы можем взять еще шарики. Я могу бесконечно таскать, у меня их много. У нас есть их много. Посмотрите. Или мы можем положить на раму. Внутренний там, да, допустим, туда, если сейчас не будем мешаться. Есть вот такой шарик. Мы можем его куда закрепить? Вот туда, как можно выше, да? И еще на него подвесить. Чего это он не крутится-то у нас? Не долгни. Толчок не может. Толчок. Нет, он туда должен крутиться. Вообще, что-то странное. Либо он включенным лежал. Вот он пошел, пошел. И посмотрите, как красиво. Когда мы хотим создать ощущение света, когда везде выключится, и только будет на него попадать прожектор, он будет постепенно, потихонечку, вот он вращается. И вот эту сказочность, да, в интерьере у вас получится. Видите, вот они пошли. Во-первых, у нас двигают те шарики. Видите, да? Они дают красивые тени. Дают вот эти шарики. Этот шарик дает движение скотечности такой. Вот вам, пожалуйста, уже очень красивый получается интерьер. И, конечно, обязательно туда просите. Почему? А потому что у нас тут, извините, тут уже, вон какой перегруз. А если там такое сильное пятно появится, мы уже таким образом достигаем определенный баланс. Хотя я вам уже говорила, да, что наш акцент все-таки должен быть, где фокус на уровне, да, зрение нашего, линия зрения. Да, вот у нас как раз так получается. И какие-то появляются элементы, которые поддерживаются. Так, там у тебя стремяночки больше пока нет. Это мы потом закрепим. Есть еще какие-то детальки. Сейчас я вам покажу. Так, девочки, на тот край побольше. Внутрь. Я бы внутрь, если бы делала, то ты вообще забила. Шушек очень много. Их вообще не нужно. А вот это вот уже перебор. Видите? Вот вам не хватает вот тут. Потому что у вас, смотрите, движение какое вниз. А нам надо создать эффект вот такого. Туда поделить. То есть на коротких веревочках подвесьте вот сюда. На коротеньких. Слышишь, да, вот сюда. А вот эти вот уберите. Это уже лишнее. Вот это вообще шишки не делайте. Вообще не нужны здесь шишки. Вы что-то их схватили. У нас одни кружочки здесь, шарики. Не надо. Шишка, если только появится, то и не надо их вообще. Видите, у вас шариков хватает. Посмотрите, сейчас есть такое ноу-ха, очень для нас удобное. Мы когда свадьбы всякие оформляем, все равно требуют рестораны и очень переживают, боятся всяких... Ну, сейчас вы, наверное, не видите, потом все играют. Боятся пожара. Поэтому появились такие интересные свечи, долгоиграющие. Есть даже восковые. Мы в Венгрии, когда были на выставке, выставку делали. Тоже, опять же, от нашего правительства. Вологодскую именно область представляли. Мы там увидели, мы жили в отеле в Будапеште. Все время свечи горели. Знаете, так мигают, все красиво. Подходили восковые. Внутренне могли залезть, потому что сокочи стоят, так вот трогали. Оказывается, они были электронные. Нас все поражало, что ни запаха, нет вот этого ощущения, да, ну, не боятся, горят. Целыми вечерами. Оказывается, вот тогда уже были электронные вот такие свечи, ну, на батареях я имею в виду, конечно. И фактуры-то вот эти вот пластиковые. А вот сейчас уже стали делать еще, вот видите, как восковые. А есть прям настоящие восковые. То есть их трогаешь, они прям ломаются. Но внутри у них вот батареечка, огонечек, и он мерцает, что еще тоже очень здорово. Сейчас вот даже вот она, видите, с мерцанием. Вот вид такое подрагивание. Ну, вот мы когда свет с вами выключим, мы как раз это увидим. И вот для того, чтобы, да, поддержать вот этот эффект, вот наверху уже свечи стоят, и еще добавить, я уже начну делать, а тут четки вот тут умрем с вами на этих витриночках, давайте еще чуть-чуть уже позаканчиваем наш вот этот вот интернерчик. А где еще у нас свечечки-то, коробочка со свечечками? Вот она. А что она ждать и не идет? Спасибо. Вот у нас их много разных. Их можно вот так вот выставить по внизу поставить. Мы сейчас еще сюда положим такие подвистящие шарики, добавим, и потом все это зажжем и закручиваем. Эту композицию уже можно будет завершать. Здесь много не надо. Вот как вы думаете, чтобы можно было рекламировать вот в такой витрине? Где вообще вот, я не знаю, с чем это может быть связано? Что бы здесь могло быть? Что у нас здесь? Парфюмерия. Ну вот мы говорили, да, что это парфюма? Ну бутылочки, люстры, может быть, светильники, люстры. А парфюмерия, смотрите, как можно было бы ее прикольно здесь рекламировать. Что-то надо было еще сюда, может, такие... Склянки, пустые бутылки, можно даже водочкой там заполнить. И вот так же взвесить. Вот это будет прямо замечательный такой эффект. Подарочный, да, пожалуйста, мимо идут. Девушки сразу, ой, интересно, как сначала просто заинтересовались, что, ну, как интересно придумали, потом нырнули. Ну, или там мужчины, между прочим, подарочек жене надо выбирать. Как лишний намек. Да, ты забыл, ты должен купить, ты должен свою жену там за что-то благодарить, поздравить с праздником. Это тоже очень хорошо. Витрина вообще идеальна в таких случаях действует. Ну, пожалуйста, здесь обязательно, девчонки, вот эта вот низкая, ее, если есть, то еще обязательно вот тут прям несколько, потому что она срезала нам линию вот эту. А у нас не хватает вот именно вот этого движения. Поняла, да? Если вы поглядываете, немножечко туда-туда. Вот нюансики, над которыми можно работать и работать и работать. Вот мы говорили еще шарик. У нас, кстати, там наверх мы тоже можем положить шарик. Не такой большой, но у нас есть там площадка, и когда мы туда полезем закреплять, мы можем еще туда шарик положить. Ну и так далее. Я вам сейчас, понятно, любая интерьерная работа, она требует такой потом тщательной доработки. Мы сейчас не можем себе этого позволить, но хотя бы для того, чтобы вам больше показать, у нас там еще он там последний стоит, видите, в конце. Она тоже должна получить сегодня жизнь за свою. Поэтому мы отсюда пока уходим и перемещаемся постепенно на эту витриночку. Сюда у нас где-то была Надя. Надя. Надя, бросаешь там цвету и идешь к нам. И Люда. Вы как раз здесь у меня, очень хорошо. Итак, давайте посмотрим еще одна витрина. Одна еще. Вот это уже... Может быть, так себе. Мы выклинчили манекенчик небольшой. Посмотрите. В томе моды. Вот такой вот черный. Сначала мы думали, что это голая тетенька черненькая. И мы решили сделать рекламу белья. Нижнего. Потом, когда это оказался черненький, но только одежный, видите, манекенчик. Поэтому мы решили, хорошо, художник, он должен быстро ориентироваться, быстро перестраиваться, должен быстро придумать что-то, когда у него чего-то нет, сменилось, вы приходите к человеку, а у него там совершенно меняется идея. Вы должны мгновенно перестраиваться. Да и у себя тоже. У вас было вообще такое настроение. Пришли домой. Ой, что-то мне не нравится. Вы должны мгновенно передумать, найти способ, как переделать, перемонтировать. Итак, мы решили, что вот здесь у нас будет продаваться, рекламироваться одежда. Ну, какая одежда? Понятно, Новый год. Понятно, да, мы собирались куда? Туда. Да, все туда. На бал. Хочется красиво принарядиться. У нас нет наряда никакого красивого. Но у нас есть драппировки. Да. Вот даже вот такая из Икеи шторочка. Причем, посмотрите, она даже с подходящей темой, с новогодним рисуночком. И имея такой замечательный манекен, и у меня никуда не пойдет. Поэтому мы, допустим, ей там еще что-то придумаем, на минуточку иголочку. Это не финал. Понятно, что мы что-то тут поинтереснее придумаем. Я просто покажу, каким образом можно. И накидочку. Вот, посмотрите, был обычный кусочек синтепончика. Видите? И очумелые ручки превратили его в роскошное, блестящее, заснеженное манто. Совершенно верно. А тут уже, ради бога, там, шарфиком ли, либо какая-то такая, может быть, кокетливая, да. Тут, наверное, лучше даже... Ну, решили. Я сейчас пока просто закрепляю. Я даже не вижу, что я делаю. Ну, неважно. А здесь еще снизка... Где у нас белые бусы были? Где-то были. Целый пакет. Где-то были. Бусы белые. По-моему, они там вот где-то уже на сцене. Пак-пак, поезжайте, пока мы будем дальше. И вот посмотрите. Я пока для чего ее сделала? Я не стала ее черной ставить намеренно. Там дальше мы можем что-то подправить ей, безусловно. Но пока мне нужно вот это пятно, чтобы оно было тоже уже белое. Потому что все остальное я буду тоже строить подчиненным вот к этому, так сказать, месту. Так, вот эти длинники достать. Смотрите, есть некое на какую-то экзотичность, правильно? Ну, орхидея, что за цветок? Экзотика. И, естественно, все будет под такому какому-то неожиданному решению посвященному. Ну, вот мы можем еще накинуть пока тут такие вот. Может быть, может быть, еще не уверена. Но пусть пока не будут накинуты. Давай так. Но нам нужны наши... А, перерывчик. А, точно, вы извините, я-то это могу без перерыва завтра вещать. Если у вас есть желание немножко вот тут есть чаек, перекусить, когда все тут подтянутся. Это буквально еще у нас минут 15 останется, смотрите. И потом вопросики, ответики. Давайте вы хотят... Все, продолжаем, продолжаем. Закончите и вот замечательно. Тем более, что волна раз пошла, волну надо... Зная серфинг, да, надо ловить волну. Итак, посмотрите, сейчас вы увидите интересные предметы. Вот как их сделать, я завтра покажу. Но на самом деле, лучше начать с крупного. Помните идею нашу, да? Начинаем всегда с крупного. Посмотрите, самые крупные формы мы уже выстарили. Это сугроб. Вот он, да? Девчонки, чуть потише. Просьба. А вы что, опять его мучаете? А так вы, девочки, милые, ну вот возьмете и вот так. И все, вы уже три часа его мусуете. Посмотрите, здесь есть вот такой шарик. Видите? Он является таким окончанием красивым. Можно, конечно, вот так сделать. Можно. Но хотелось бы вот так, да? Нестандартно. Поскольку, извините, из сугроба тоже нестандартно торчит орхидея. Как она туда попала? То же самое. Здесь тоже мы возьмем нестандартное такое движение. И вот такая крупная форма, она прям вот уже бросится сюда. Потому что у нас есть одна крупная форма. Видите, я не стала ждать законченности интерьера и туда внедрять макет, наикет. Почему? А потому что он у меня в данном случае является здесь главным. То есть мы для себя определили важность предмета. Девочки, вот даже сейчас могу сказать, что вот тут вот у вас не хватает. Вот тут вот шарика. Вот здесь вот, да? Побольше прямо на елочку. И вот здесь вот прямо вот тут, вот тут. По насыщеннее. Потому что это, это, это фонтан. Это взрыв. Должно быть такой прям, ух, вздрогнут. Заднюю часть не забывайте. Объем должен быть, пространство. А у вас все в одну линейку. Тоже в этот момент важный. Но это тяжело на самом деле. Это видно издалека. Когда стоишь, это делаешь, не очень легко, он не считается. И вот посмотрите, пожалуйста, куда мы сейчас, как хорошо свет вовремя зажегся, он у нас иногда выключается. Посмотрите, где мы будем располагать этот круг. Побыще туда, да. А насчет уровня глаз. А это может как шляпа какая-то? Не-не-не-не-не. Давайте без конкретики. Вот в этих случаях ни в коем случае. Всегда должно быть очень абстрактно. Манекен, если шляпа, то тогда надевать ему надо шляпу. А так у нас вот видите, что там висит сверху? Оно не просто так висит. Значит, смотрите. Вот в данном случае мы смотрим плотная самая линия. Она, конечно, выше глаз нашего уровня. Но если мы сильно вниз, да, сделаем, здесь у нас что происходит? Извините. Извините. Что у нас здесь происходит? Здесь очень, да, получится соединение такое они вместе, да. А вот линия вот эта, это линия Хогарта, золотое сечение. Оно как-то так это идет очень хорошо, продолжает одно-другое. Поэтому со стремяночкой идем сюда и уже делаем первый такой подвис. Сюда закрепляем. На, сверху. Давай, вот так. Сюда можно залезть, Людочка, ага. И ты подержишь, надо прикрутить. Вот надо обязательно, да, вот у нас там кедовочек, да, конечно. Девочки, смотрите, тетенька может свалиться. Это очень даже печально. Давайте ее как-нибудь, может, прикрутим. Так, а это кто сюда такое сложил? Давайте, пока не надо. Давайте, мы, может быть, пока уберем манекен. Мы себе зону определили. Я просто очень, я очень боюсь, что свалится. Девочки должны все быть в кармане, девочки. Понимаете? Да? Давайте я тетеньку привяжу. Здесь где-то леточка, ниточка, проволочка по плеточке. Мы сейчас ее привяжем. Она все-таки, если она уйдет отсюда, она нам немножко разрушна, сложно будет заретироваться. А так уже хорошо будет. Так, ну что, можно мне уже туда пока идти? Пока привяжут шарик? Да, 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 да. Здесь уже пошел некий переборчик. Даже, в принципе, объемчика не хватает, да? Соответственно, взять. Ты куда вот сюда? Да, что, ловочек. Даже вот сзади. И все, вот, девчонки, у вас проблема какая? Вы все в плоскости. А вот, посмотрите, какой объем. На драму тоже можно. Дай мне чем-то. Так, вы можете активно участвовать. Там руководите. Вам хорошо и далековина. Слушай, я не знаю. Я одна оба почему-то булавки. А три даже было, да? Нет, давай же булавку. Здесь вот смотрите, девочки. У вас же вот какой объем-то красивый. А вы мне стеночку построили. Давай как-нибудь вот приедем, что ли. Вот ловочка все. Вот здесь надо вот отсюда. Да, вот отсюда, да. Вот сюда, да. Вот, вот сюда надо выходить. Вот в эти объемы. Видите, на самом деле не все так просто. Любое движение очень сложно, очень сложно повторить. Сделать так, чтобы оно работало. Здесь надо все время. А Свете на самом деле очень тяжело, потому что она стоит близко. Она привязывает и не видит. А надо обязательно ей, чтобы помогали и отходили, и говорили. Удачи вам. Светлана, Света? Светлана. Сюда надо добавлять, у тебя новенькие стены, пожалуйста. Так, ну что, пока сейчас здесь поправят. Не хватает у нас просто лесочек. Да, видишь, разъедели. И вот туда-туда, да. Должен быть хороший такой глубинной идти объемчик. Потом мы положим туда, шарик там закрепим, чтобы линия вот эта деканаль была. И усилим здесь движение. Все, в принципе, у нас так хорошо получается, получается. Ну что же, смотрите, здесь, вот пока, девчонки, вы уже с этим долго возитесь. Все, давайте сюда переходите. Здесь надо коробочки повесить, несколько штучек, и заканчивать. Колокольчик. У тебя есть еще где-то колокольчик? Нет, вот в этой варке. Нет, зимей его там, не надо. Раз, стуки, один, не надо, потому что сейчас надо уже будет притягиваться. Вот здесь шарика не хватает, прям, вот быстренько, прям на пробочке, на чем угодно, прицепите. Мы, знаете, за 20 лет уже столько елок перенаряжали, что это вот буквально, прям, вот движение такие на автомате. Потому что если идет муторное, жуткое дело. У нас, когда новый пункт, он спокойно, у нас бригада вся такая, ой, глядите елки. Ну, на самом деле, потому что это надо равномерно, или неравномерно. Эти вещи, они, ну, это тоже какого-то ощущения. Не в том случае на автомате это не должно быть. Потому что теряет долго свою индивидуальность. Можно я глоточек пока сделаю? Это уже я. Спасибо. Так, чего у нас над кольцом? На двух. На двух. На двух достаточно. То, что качается, не страшно. Она не уйдет никуда. Две ниточки. Две ниточки. Это достаточно. Следующий. Давайте сразу двигаемся с этой лиферинкой. Пока сейчас тут коробочки подвесим. Пока убираем. Минуточку. Давайте следующий. Кольцом. Нет. Клеточка. Клеточка. Сейчас вы посмотрите, что у нас появится. Для того, чтобы закончить. Вот тут определить вот тот вот крючочек, который хвостик. Видите? У нас есть такая клеточка. Я, конечно, от этих клеточек уже с ума сошла, потому что вся волоса клеточка. Но в хвостике я знаю, что их еще не так много пока. И можно еще успеть опередить, да, оформив что-то. Вот такие симпатичные. Она чем мне нравится? Она простая, без всяких наворотов, но зато. Посмотрите, как нестандартно можно... Девочки, девочки, потеши. Можно нестандартно очень использовать игрушки. Вы, наверное, уже, может быть, делаете так. Берете стеклянную вазу и насыпаете ее старыми игрушками, которые вы на елку в этот раз не повесили. Да, уже это делается. На самом деле очень здорово, потому что когда красивые, любимые, но они не пошли в этот год на вашу елку, вы ее сделали в красно-зеленых тонах, в красно-золотых тонах, а игрушки у вас какие-нибудь синие. Вы взяли другую комнату, в вазе поставили, все супер красиво и использовано. Так вот вы можете также точно использовать вот какие-то такие формы, клеточки, и дальше их в интерьере подвешивать. Извините. Повыше. Вот тут вот очень важный момент, видите? Еще выше. Прямо как можно выше. Так, подожди, дай-ка я подвешу, потому что ты стоишь так, сейчас, не дай бог, еще руки. Точно? Ну, выше прямо за елочку, еще выше прямо за елочку. Загинай лапку, и этой лапкой прям как можно выше. Даша, мне кажется, тебе надо повыше подняться. Слезь-ка на минуточку. Да, я сейчас это сделаю. Давай сюда. Это же можно все делать очень нормально, не боясь, ну куда свариться. Ну давай, так ты стрелишь, ты буквы изюм, это же опасно очень. Загребляем. И смотрим, девочки, вот посмотрите, вот сейчас тут мне, мне тут кажется, что у меня выше клеточка, а варта снизу может показаться по-другому. Они могут быть рядом, могут создать плотность, это не страшно. Вот посмотрите, пусть эта кучность будет, ее вот дать в случае, можно поднять и поднимать. В данном случае они могут собираться группами. Вот здесь как раз идет совсем другое распределение материала, тоже сгруппированное плотное. То есть легкость вроде бы она есть, но у нас белый цвет, мы можем не бояться тяжести в данном случае. И вот здесь с клеточки, девочки, мы сейчас подвесим, как будто из этой клетки шарики дальше сыпятся, уже нежным таким потоком. Вы берете розовые шарики, у вас есть коробочка, и там есть розовые шарики. И такие же, которые в клеточке лежат, тоже надо, чтобы они не смотрелись отдельно. Да, какие-то шарики, и такие же, как клеточки, посмотрите, еще, Людочка, посмотри. Вот здесь вот может быть такой вот даже длинный поток из шариков. Видите, все время шарики мы подвешиваем, здесь шарики висят, здесь шарики висят, но все смотрится совершенно по-разному. И у нас дальше с вами пока есть еще маленькие кружочки. И еще другие шарики, и еще другие шарики, ну возьмите, хорошо. У нас есть, посмотрите, отдельные веточки. Для чего отдельные веточки? Мы их ни в коем случае все равно отдельно решить не будем. Мы будем дальше продолжать эти линии, но только потом, когда уже выстроится определенная схема, и вот этими ветками мы потом дополним пространство. Вот знаете, над манекеном, тут, к сожалению, вам пока не видно, но над манекеном образуется пространство пустое. Вот там мы можем повесить уже маленький кружочек и спустить длинную орхидейную ветку. Если пока девочки подвешивают, я вам покажу поближе. Посмотрите, сами орхидеи как выглядят. Видите? Уже сами цветочки, они тоже подготовлены. Из обычных цветов можно сделать такие же зимние. Все просто. Берете белую краску, также стебли вымазаны, видите, слегка подпачканы, и лепесточки, и берете снег, вот такой вот, в котором я там работала, видите, да? Блески, и затем на клей ПВА, только маленькими такими пятнышками, ни в коем случае не заснеживайте, и все, потому что сразу цветок теряет форму. А надо нам ощущение, как будто снежок выпал неожиданно где-то в тропиках. И вот таким образом заснежил вот эти цветы, и сделал их очень пригодными для нашей композиции. Я, кстати, лежу вверх ногами, да? Видите? Вверх у нас шарики всегда вверх, а здесь уже дальше пойдут какие-то линии. Вот таким образом. Ну, я пока расскажу, как делается, пока девчонки там подвешивают. Я вам расскажу, как делается вот этот кружочек такой вот. Ну, я думаю, что вы даже, может быть, и догадались. Обычно я, например, когда приезжаю на мастер-класс, я даже, когда сама езжу, да, бывает достаточно посмотреть, а мозги уже там сами додумывают. Бывает иногда не знаешь, как это делается. Здесь все очень просто. Здесь внутри используется металлическая проволока, из которой скручивается кольцо. Затем я беру обычный двойной скотч. И чтобы, когда вы ниточку-то начнете натягивать, что будет происходить? Ниточка поедет, да, начнет вам тут путаться. И, естественно, съезжает, начнете раздражаться, бросите все, клюнетесь, как не надо, для такого развлечения. А есть очень хороший простой способ. Вы проклеиваете это все двусторонним скотчем. Он такой прозрачный, беленький, его не видно. И начинаете наматывать. Следите за тем, чтобы вот это отверстие, вы знаете, как его получить, да, отверстие. Тут же нет никакого руха, а кружочек четкий, да? Просто вы, когда клубочек-то сматывали, когда ниточки разматывались бабушкой, вы держите, а бабушка, да, сейчас-то пряжа уже продается какая? На клубочках готовеньких огня, мама сколько их платила с бабушкой. Посадит вот так вот. И, да, и когда она клубочек бабушка делала, она всегда палец держала. И у нее получалась в клубочке такая дырочка. Так вот, интересно. Ну, просто ей так нравилось. Потом я так же делала. Так вот, посмотрите, когда вы, дырочки могут быть самых разных размеров, это немножко напоминает велосипедное колесо, да, что-то такая ассоциация есть какая-то. Колеса катятся, опять же, все здесь есть, тоже некая динамика, некоторое развитие событий. И вот вы когда ниточку наматываете, наматываете, здесь еще ниточки, посмотрите, какие. Это нитки уже с лурексом. То есть это не заблеченные, это уже с лурексом. Такие были. Есть еще ниточки, вот посмотрите здесь, какие интересные. Это для вязания. Мы в Простых все время пасемся в рукодельных магазинах, где продаются нитки для вязания. Есть еще буклированные нитки. Тоже такая длинная ниточка, и на ней идут буклики такие. Тоже прикольно очень получается. И вот такие вот кружочки в интерьерах тоже очень здорово смотрятся, забавно. Такой домашностью подпахивает. А здесь у нас, смотрите, заоборот, да, такой вот снег. Ну, гламурно не хочу сказать, ну, какая-то такая вот изящность, может быть, от этих ниточек. Что напоминает? Буа из бельев. Напоминает вот это что-то такое, да? Вы сразу представляете себе вот там вот такую. Сзади нее шлейф из буа, из граусиных бельев что-то. Вот где-то вот, наверное, навеяно было как раз вот этими вот такими мыслями о такой вот белье. Так, девчонки, побольше, поплотнее, поплотнее. Да, вот смотри, вот сюда обязательно, вот сюда, маленький шарик, маленький, да. И нам надо уже пристроить вот эту, наверное, да. Да, потому что елочка у нас голенькая получается. Хотя, вот посмотрите, интересный какой момент. Сейчас вы мне дадите совет. Внимательно посмотрите. У нас бирлянда, назовем это голая. Ну, да, понятно, на ней нет ничего. И елка голая. Так, девчонки, какой вы сделали? Какая тут ошибочка? Крупная внизу, конечно. Вот это о чем говорит? Вы уже заработались, бедняжки, да. Девочки, берете вот эти крупные шарики, ой, квадратики, и на самый верх. И вот этот крупный прямо даже над кирляндой. У вас не прямая полоса, а у вас тоже должно быть, да, даже пересечение. Снимаете вот этих гигантов туда, вот эти снимаете мелкие где-то сюда. И у вас все цветные больше нет другого цвета. Просто здесь-то у нас понятно, почему эти появились, да. Но сюда хочется под шарики еще каких-то, да, таких вот блестящих. Может быть, даже сделаем еще. Но сейчас уже некогда. Снимаете вот эти. Перетрудились маленечко. Вот эти снимаем, да. На самый верх туда, чтобы вот она, коробочка, она должна быть поддержана этим цветом повыше. А маленькие самые, вот какой-нибудь отсюда достаете и куда-нибудь вот сюда, чтобы у вас был вот этот вот по диагонали такой вот взрыв, такой же спускающийся, как песочные часы в данном случае. А вот теперь давайте посоветуемся. У нас здесь есть игрушки, здесь есть шарики и голая гирлянда. Надо ли нам елку наряжать? Как вы считаете? Вот есть такие маленькие игрушечки. Не надо. Да, совершенно верно. Вот игрушки приготовили, а вот вопрос, видите, был. И вот мы сейчас как раз очень хорошо с вами обсудили. А почему сейчас я еще объясню, почему не надо. Посмотрите. Или пока не будем. Давайте это оставим на конец, когда уже все готово будет. Да, есть еще вот этот маленький вот этот вот как раз элемент, который нам. Вот этот колец. Слежь ее пока. Она висит. И вот этот вот. Слежьте. А нет своих. Слезайте. И вот туда прям наверх повесите сразу. Ну, единственное, девчонки, чтобы я сделала, вот сирене мы чуть пока ниже. У вас опять два блестящих получились рядом. Нет, извините, пусть она висит как висит. Вот эту опускайте. Туда пестренький шарик. Вот эту коробочку пестренькую. Туда. Вот. Может я завязываю быстренько сделаю? Так, туда вот это. Ну, слезай. Удвиняй себе там. Вот эту поднимай сейчас. Вот тут сейчас. Зачем? Вот большая висит. Видишь? Видишь? Поднимай ее. Да. И чуть-чуть. Ее на самой-самой легкой. Вот прям на самой. Короткую делай, мелодочку соседнюю. Прям аж постарается туда закинуть. И на краешек. Надя, ага, вот-вот-вот. На самый краешек. Хорошо. Так, теперь сиреневую вот удините вот сюда. Ты к ней просто поднимешь? Копыли, да? И все. Не переделайте. Девчонки, узелки пусть будут. Немножко совсем осталось. Чуть-чуть. Мне бы, конечно, очень хотелось бы блестященькие еще вот сюда. Какую-нибудь коробочку. Надо посмотреть цвет. Посмотри, там нет блестящей бумажки. По-моему, было много. Так, давайте дальше. Пока давайте остановимся, потом добавим еще. Давайте уже вот эту повесим. А то у нас уже тут вот зависло маленечко. Так. Надюш, держи. И теперь давайте смотреть с вами вот эту. Смотрите, может здесь опасность какая будет. Сейчас устраивается диагональ, но у нас есть еще. Мы можем такие же вот вешать вот в эту сторону. Видите? Поэтому здесь вот можем мы вот сейчас там подвесить? На самом деле. Померите. А может его сюда? Померите. А у нас еще есть ножи. У нас еще есть. Так что можно не бояться. Почему я и говорю. Но мне не хочется два одинаковых мелких решить поверху. Потому что у нас их... Сколько у нас маленьких? Два маленьких, да? Их, конечно, у нас много. Но мы заготовили два, чтобы перебора тоже не было. Есть еще вариант крупный там повесить. Крупный. Цветы, извините, цветы должны быть обязательно к чему-то привязанным. То есть или отдельно они... Только вот у нас одна есть такая вещь, да? И то мы ее как-то должны объединить вот здесь. Давай посмотрим большой. Вот у нас есть еще средний вот такой вот кружочек. Ни большой, ни маленький. Средний. Вот в принципе можем его туда. Давай посмотрим. А что-то на эту макушечку надо. А, вот наоборот. Так. Давай. И заходи за край. Заходи, заходи, не бойся. Вот здесь вот можно... Нет, почему перейти-то? Почему перейти-то не хочешь? Перейти. Заплетайте. Баганьки-то. Баганьки-то заплетай. Не махер. Ой, девушки, как мне тебя не сломать. Ага, вот так. Вот, заходи, заходи, не больше сюда. Двигай еще. Ко мне. Вот так, да. Вот, смотрите. Если мы, допустим, позволим себе выходить за рамы, можем мы здесь подвесить? Давайте. Закрепляй. Залезешь наверх? Залезешь так? И удлини потом веточкой еще. Так, ну, я бы тебя задавала, да? Так, ну, давай мы тебя остановим уже. Хорошо? Хотя, шарики уже кончились. Так, давай здесь кончим. Нам надо еще залезть будет наверх и закрепить тот шарик, светящийся. Попробую просто в сторону. Это вы видно не будет, мы сейчас внизу сделаем еще. На большую сторону не надо. Так, давайте закрепляем. Снимите, пожалуйста, большие спечи. Все нормально. Все, все хорошо. Еще шарики, посмотри, пожалуйста, какие-то у нас остались шарики. Так, вы нами руководите, потому что мы уже тоже... Так, давай, включай. А, нам еще надо наверх залезть. Где, вот эту коробочку? Есть, смотрите, еще если говорить о контрастах, может быть, даже еще появятся вот такие вот старинные совсем подсвечники, которые бы добавляли еще такой патины некоторой, раз она есть вот здесь у нас. Видите, да? Туда тоже мы можем... Есть даже вот такие вот, которые тоже вот сюда зажги, маленькую плавающую спечечку еще. Да, вот она. Вот еще должна быть такая битвка со стеклом прозрачным. Значит, это вот бордового красного. Вот, вот, несу, несу. Сейчас, несу. Вот, давай, вот, уже ставь рядышком. Поставь вот так. Вот сюда вы имеете в виду, да? Ну, потому что их там не очень видно, так скажем. Ну, а так, загадка тоже должна быть некая. Сейчас мы вот так сюда его... Не видно совсем. Вот, мерцание такое будет. Слегка тут мы можем еще раз кинуть побольше. Шеребу дадим. Сейчас есть еще у нас. Есть светочки? Хватает тебе? Коби, да, зажгла? А, включай пока все свечи. Сейчас их видно не будет, мы заново свет выключим. Так, вот сюда поставь свечечку. Вот, сметельничек. Такой вот есть, посмотрите, очень красивый. Только надо из него достать. Ой, стекло из него достучало. Это ничего нового. Вот, и нам вот это надо ищить. Так, смотрите, вот я запускаю. Нормально? Нормально. Повыше. Нет, выше я... Можно заходить на раму? Нежелательно. Ага, все поняла. Сейчас, сейчас я подниму повыше, повыше подниму. Надо, чтобы она была оторвана. Вот смотрите, вот так. Все, я фиксирую. Надеюсь на вас. Сейчас подрегнатирую. Сейчас я хоть закреплю, потому что мне приходится на весу ее держать. Она тепленькая такая. Девочки, еще пробочку дайте мне, пожалуйста. Так. Ага, вот давай сейчас подержишь. У нас, знаете, что еще тут просто рама? У нее своя леска. И она нам немножко ее оттопыривает. Давай. Так, теперь вот смотрите. Теперь я могу корректировать. Выше, ниже, говорите. Выше? Или фиксирую? Да, да, да. Потому что здесь надо покрепче. Так, все. И теперь у нас еще крутящийся шар. Есть куда, если я его вот туда-туда вынесу? Хватит? Все? Все. Шар мы повесим вот туда. Давайте я еще гляну сама, что я натворила. Так, девчонки, а вот тут мы продолжаем. Мы что, ее бросили, что ли? А что, мы ушли так хором? И все смотрим. Так, сейчас посмотрим. Ага. Ну, вы знаете, семилистость там нужна. Да, да, да. Потому что, вот смотрите, как внизу все сияет, переливается, да? А вверху-то, извините, по балансу неплохо, но нужен обязательно какой-то светящийся вот этот... Да, блестящий, сияющий шарик. Так, девчонки, да, маленький туда, кругленький, да-да-да. Маленький, кругленький туда. И потом вы спускаете где-то вот здесь. Да, да, да. Туда и сюда. И здесь прям можно низ. Так, давайте еще подвесим шарик. Тут, наверное, желательно... Нет, кто-то самый смелый-то волновил, а смелая самая. Ну, лезь-лезь туда, я сама подвешу. Так, давайте сюда выйду. Где у нас этот крутящийся? Ролочку мне давайте, девочки. Так. Сейчас мы заберемся. Так, и теперь смотрите. Мне просто не хочется, чтобы ложился на торпировку. Ну, тут нет вариантов. А если вот? Вот такая вот, с бурой, да. Давайте вот тогда вообще вот сюда. А? Все. Еще? Нет. Вот так я фиксирую, да? Мы их еще добавим. Понимаешь, как нужно что-то блестящее сюда? Может, не все, я себе. Очень не хватает. Вот посмотри, какой акцент внизу сильный. А, есть маленькие три? Нужен блеск. Ну, по ткани. Желый очень. Либо у каждого. А, второй раз. Ага. Девчонки, посмотрите, у меня кто-нибудь его. Так. И мне нужны туда маленькие шарики. Есть маленькие шарики? Вон, три лежат у тебя как раз на столе. Давайте отсюда пока слегну. Так. Так, тогда пока оставим это на минуточку. Сейчас они нам сделают шарики, а мы давайте зажжем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.